Связь. Как меня слышно, как меня видно по десятибальной шкале. Вот так, ярко себя прибавил. Здесь, если что, друзья, есть чат. И туда можете как раз таки писать свои вопросы, сообщения и так далее. Так, вижу. Амина 10 пишет. Николай плюс Александр Петров 10. Хорошо, хорошо. И давайте с вами быстренько познакомимся. С кем еще не знаком. Напишите, пожалуйста, о себе. Как вы связаны с маркетплейсами? Ну, то есть вы уже действующий сейлер, продавец на маркетплейсе. Если действующий, то есть какого вы города и на каком маркетплейсе продаете? А если новичок и недавно только услышали, что вот можно, оказывается, на Вайлдберсе и на Озоне не только товары покупать, но еще и продавать, и еще и зарабатывать на этом. Вот тоже напишите. Я вот новичок с такого-то города. Вот недавно услышал, что вот можно продавать на маркетплейсах. Да, кстати, представлюсь. Меня зовут Рашид Гарифуллин, с кем еще не знаком. Действующий сейлер на маркетплейсе в Вайлдберсе, Озон, Яндекс.Маркет. Вот, чисто на Вайлдберсе за три магазина. Вот здесь вот я статистику, получается, написал. На 70,1 миллион рублей – это выкупы. Вот из этих выкупов примерно 33% чистая прибыль. Ну, я здесь 30% написал, потому что это относительно как бы самый стандартный показатель. Обычно, конечно, и выше бывает. На некоторых магазинах у нас 45% рентабельность, на некоторых 50%. Вот. А на Озоне рентабельность чуть ниже, где-то 24-27%. Но сегодня мы не про Озон. Мы сегодня как раз про Вайлдберс, потому что я курирую это направление. Так, вижу Анастасия Бабкина, новичок, шестой поток. Прекрасно. Здесь даже уже ребята с наступающего шестого потока участвуют. Хорошо. Так, остальные, друзья, здесь я вижу 25 человек в чате. Давайте пальчик поразомнем, будем немного поактивней, потому что результатов добиваются как раз таки те, кто является активным, а не просто как зритель со стороны. Потому что, говорят же, есть два вида, две категории людей. Одни катят этот мир в ту сторону, которую им надо, да? А другие бегут рядом со словами «Эх, куда катится этот мир? Доллар дорожает, все дорожает, что делать?» Так что давайте будем теми, кто будет катить этот мир в ту сторону, куда нам надо. Андрей Борисов, шестой поток. Прекрасно, здесь уже два участника. Александр, я новичок, узнал про ВВ по вашим шортс из Ютуба. Заинтересовался и планирую выйти на маркетплейс. Я впервые у вас на потоке. О, у нас, значит, и третий участник уже. Сергей Нифантьев. Всем привет, добрый вечер, Сергей. Так, добрый, Ярослав. Здесь, видимо, все участники шестого потока собрались, да? Вроде особо не делал рассылки по шестому потоку. Я думал, здесь только новички собираются. Вот, Сергей Нифантьев. Это мы. Здесь уже пять, что ли, учеников, которые вот будут с шестого потока, который у нас уже 22 июля стартует. Сегодня среда. Это означает, что в следующий понедельник у нас в режиме онлайн все стартует. Канудинова Эльвира. Новичок. Прекрасно, друзья. Так, ну ладно, растягивать не будем. Быстренько пробежимся, значит, по сегодняшнему вебинару, по презентации. И дальше уже как раз ближе к концу вебинара мы либо дорожную карту с вами разберем, то есть по всем шагам, которому нужно будет пройти новичкам. Это как раз-таки участникам шестого потока тоже будет полезно. Вот, потому что на втором модуле, по-моему, я тоже буду это детально уже разбирать. Ну, сегодня вот поверхностно, по всем шагам пройдемся. И или, даже не или, и разберем несколько карточек на Вайлдберрисе, чтобы вы уже как бы тоже насмотрен, свое нарабатывали. Так, ладно, едем дальше. Так, с кем я еще не знаком? Давайте быстренько представлюсь. В товарном бизнесе я уже больше 11 лет. Начинал с продажи товаров через одностраничные сайты. Точнее, ранее до этого вообще были купонаторы. Беглион, купон, если вот про них кто-то слышал, напишите, слышали ли. Четыре года назад впервые отгрузился на Вайлдберрис. Ну, точнее, уже пятый год пошел. Потому что начинали мы там где-то то ли в мае, то ли и в июне 2020 года, а за окном уже июль 2024. В начале пути закупали товар вообще без аналитики, потому что сервис аналитики стоили дорого. Тот же самый МПСтат, который я в подарок своим ученикам даю на всех, значит, тарифах, он стоил тогда тоже 30 тысяч. Я такой думаю, офигеть, мы только бизнес начали, а уже 30 тысяч сервис аналитики с нас требует? Да не, нереально. И тогда такого понятия, как складчины на сервис аналитики, не было. Ну, нет, что-то появлялось, но мы закинули денежки в одну складчину, и там кабинет заблокировали. Им такие тю-тю, все, 2,5 тысячи рублей на ветер выкинули. Выбирали товар, который просто понравился, или тот, кто как бы советовал нам на рынке. Но чаще всего это были как раз-таки сами продавцы этих товаров. То, что им нужно было сплавить, видимо, они это и советовали. Теряли очень много денег, товар, который продавался на одностраничных сайтах, не залетал, к сожалению, на Вайлдберрисе. Почему? Я вот сейчас только дошел до этого, додумался, да, точнее, я об этом помнил. Потому что на одностраничных сайтах, допустим, фонарики или там сумки с Визгир мы продавали 1990-1890, а те же самые сумки на Вайлдберрисе стоили 1390 или там 1290. Я удивлялся, как так-то? На чем люди зарабатывают, когда они в закупе для нас стоили где-то 700 рублей? И мы думали, блин, вот вы жарите. Так, тестировали товары, ошибались, нарывались на штрафы с братишкой, не использовали сервис. В итоге методом проб и ошибок выработали свою стратегию, работая на маркетплейсе, которая помогает намного быстрее сейчас уже выйти на доход. Понимаете? Сначала пройти этот путь, а потом уже его масштабировать. Так, когда я сам выходил 4 года назад, да, то мы всего, точнее не всего, за полгода всего продали на полтора миллиона в заказах. Понимаете? Сейчас бы, конечно, казалось это, о, классный результат, полтора миллиона за полгода, но сейчас намного быстрее как раз-таки ученики выходят на продаж. То есть к декабре 2020 года за 6 месяцев заказы было вот на полторашечку всего лишь. А сейчас вот, например, Мария 4 потока, ученица, да, писала, что вот, хотел бы выразить вам благодарность за знания, которые вы мне дали, и поделить своим результатом. Вчера было ровно 3 месяца, как я на ВБС. Спасибо большое. И вот в заказах 2,4 миллиона, 2,5 почти. Я такой обалдеть, думаю, понимаете? За 3 месяца, а тут за полгода получается полторашечка. Вот, что имеем сейчас? За 4 года построили бизнес с братишкой, получается, достаточно неплохой. На него сейчас трачу 2-3 часа в неделю, но здесь неправда. Я на него сейчас, наверное, меньше часа в неделю трачу, потому что натренировал менеджеров таким образом своих, что они самостоятельно, как самостоятельные единицы, продвигают магазины. Я просто какие-то советы со стороны иногда даю. Так, сегодня склад вот 622 квадратно метра, команда из 12 человек, по-моему, да, сейчас из 13, оборот 71 миллион чисто вот на Вайлдбересе. На Озоне там тоже плюс-минус так, но, как я уже сказал, там рентгенция немножечко ниже. Но в любом случае фокус, точнее результат там, где фокус нашего внимания. Направите фокус на Вайлдберес, у вас будет и там результат классный. Ежемесячный доход чистыми около 2-2,5 миллиона рублей здесь написано. Но эти денежки мы все на себя не вытаскиваем. Ну, то есть мы придерживаемся принципа 30 на 70. Ну, то есть даже если, к примеру, там 2 миллиона, если даже и получилось заработать, из них 30 процентов, это 600 тысяч можно без зазрения совести вытащить на себя, а 1,4 миллиона оставшиеся, да, снова отправить в работу, закупить товары из Китая, новинки и дальше расстроивать этот маховик. Вот, купил авто мечты, построил дом с бани, сейчас строю второй дом на 340 квадратов. Ну, это неправда, 357 насчитал мне архитектор, блин. Я думаю, куда с такой? Ну, раз начал, как говорится, поставил планку, растем. Вот, путешествую по 10 раз в год с семьей. Вот, что там еще? У меня было есть ради чего идти на Вайлдбересе. Вот, самый главный вопрос, ребят, которые вот только думают идти или идти, и не идти на Вайлдбересе, да, надо задаться с вопросом, а зачем вам это надо, понимаете? Потому что многим, у многих такой настрой, блин, было бы неплохо, если бы у меня тоже был магазин на Вайлдбересе, вот. Но с таким настроем оно не получится, понимаете, такой настрой. Должен быть такой, что я вот покажу, докажу, сделаю такой результат, что все кипятком будут, я не знаю, писаться в виде, то, что у меня все это получается, и я красавчик, понимаете, вот такой настрой должен быть, вот. Зачем хотите увеличить результаты на Вайлдбересе, но это уже для больше действующих поставщиков, потому что я вот на конференции МПС-стат в начале июня ездил, да, встретил учеников своих, я одного спросил, я говорю, как результат? Он говорит, ну, там полтора миллиона заказов в месяц. Я говорю, а что дальше не растешь? Он говорит, типа, мне этого достаточно. Я такой, думаю, блин, как этого достаточно? Есть же варианты там полтора, там два, три, пять, семь миллионов выйти, понимаете? Надо определиться, как бы ради чего вот это все. Вот сегодня тот день, когда вы сможете сделать большой шаг навстречу той жизни, о которой, в принципе, мечтаете. Так, кейс Никиты. Здесь как раз-таки результат моряка Никиты. С ним мы лично работали. Это был, значит, 2023 год. Мы с ним стартанули, получается, с небольшого результата. Дальше, я думаю, Никита тоже здесь на связи. Скорее всего, уже лайки пошли на вебинарной комнате. Себя узнал сейчас уже, ну, не сейчас, тогда уже продал на 3 миллиона рублей. Но потом потихонечку начал показатели падать, потому что фокус внимания переместился снова на работу, потому что он с работы с Морфлота, по-моему, уходил, как рассказывал. И денежки, которые с работы получал, получается, он же перестал получать и начал с бизнеса вытаскивать. Хотя когда вы из карточного домика, который строите, вытаскиваете карты, тогда у вас начинает потихоньку рушиться. Но он понял свои ошибки, сейчас вот, надеюсь, в ближайшее время исправится и снова сделает еще больше результат, дай бог. Так, Екатерина, вот с пятого потока. Точка 0 рублей, закупила 2 СКЮшечки из Китая. СКЮ – это товарная единица, то есть товарное наименование. К примеру, там, рюкзак – это одно товарное наименование, одна СКЮшка. И женский кошелек, к примеру, вот. Запрос был научиться покупать товар из Китая. В итоге за три месяца в заказах сделал 238 тысяч рублей. Кейс Рамелис Реалити. Я, конечно, не знаю, смотрели вы Реалити, который я запускал в том году или нет. Вот в августе того года, почти уже год получается, я помог другу, который работает в театре, видеоинженером, запустить свой магазин. Вот, у него опыта в бизнесе не было, кроме того, что Рашид уже там год за годом ему все рассказывал про маркетплейсы, про товарный бизнес, даже к нему в гости приезжал, садился и прозванивало заказы. Там, алло, здравствуйте, Марина, я вот звоню с интернет-магазина, хотел уточнить, подтверждаете ли свой заказ. Таким вот образом он слушал со стороны, и ему смешно было. Но в итоге получилось так, что вышел на маркетплейс и сделал заказы, сейчас уже в выкупах 2,5 миллиона. Сейчас совмещает как бы работу в театре и бизнес на Вайлбересе. И вчера или позавчера он сказал, у меня вот следующая партия товара, Рашид, которая лежит в квартире, там эти тюки с товаром. Наконец я их догружу до конца, и у меня квартира освободится, и спокойно с девушкой будем в этой квартире жить. Вот, и здесь, в принципе, можете быть вы. Если до сих пор не участник обучающей программы, здесь как раз-таки можете быть вы, дай бог. План встречи такой. Смотрите, план запуска бизнеса на Вайлбересе, когда открывать ИП, сколько денег нужно для старта, когда закупать товар, где его закупать и так далее, расскажу. По какой стратегии мы работаем, как избежать штрафов, инструкция, как работать со штрафом от Вайлбереса, которая вот может тоже прийти. Презентация шестого потока, ну и еще и плюс бонусы. И как я уже сказал, в конце вебинара дорожную карту с вами пройдем. То есть поэтапно, по шагам, чем же занимается новичок при запуске своего магазина на Вайлбересе. И второе, поразбираем карточки, я думаю. Так, ладно, едем дальше. Бизнес на Вайлбересе для большинства. Как он выглядит? Можете даже вот сфотографировать, если смотрите с экрана с телефона или смотрите с экрана ноутбука. Как это происходит? То есть купили товар, который понравился, желательно подешевле. Если поехали на рынок, многие, начиная с рынков Садовод, Тяг, Москва, Южные Ворота, сторговались, блин, вроде прикольный товар, сфотографировали его, загрузили на Вайлберес, да, купили партиечку хотя бы там небольшую, штук 15-20, поставили стоимость выше в 3-4 раза, например, за 350 рублей купили, и в 4 раза больше поставили, там, 1400, да, и начинаете продавать. Если не продается, включаете рекламу, вспоминайте, да, то, что существует реклама. Как-то криво-косо сфотографировали там на стульчике, на ватмане этот товар, вот, и создали карточку. Сделали описание, либо тупо скопировали у конкурента, потому что зачем голову напрягать, можно же просто скопировать, у кого и так все хорошо продается, правильно? Вот, и если не продается, снижаем стоимость товара, да, то есть не 1400, 1300, 1200, 1100. Но в любом случае мы нащупаем ту цену, за которую товар распродадим. И часто бывает так, что товар, такие поставщики, новички, продают в минус. Кто вот с этим сталкивался? Можете тоже написать. Сначала раскручу карточку, люди даже такой думают процесс, а потом меняют цену. Вот, как раз-таки они ставят очень низко дешевую цену, а потом стараются поднимать, но так уже не получится. Ну, то есть вот я сделаю количество отзывов на карточке большое, много покупателей, сделаю выручку, а потом плавно подниму цену якобы. Но нет, это не работает. Дальше получается. На самом деле бизнес на Вейлбриде выглядит примерно вот так. Это вот такая скромная дорожная карта. Это карта мысли, которую я со своей головой выгрузил, упаковал в карту, чтобы дальше уже ученикам было намного проще. Мы его на шестом потоке будем распечатывать с вами на формате А3, и чтобы он у вас лежал перед, как говорится, рукой на столе где-нибудь, либо перед лицом на стене, чтобы вы в любой момент времени могли понимать, да, могли понимать, на каком этапе вы остановились и какой делаем следующий шаг. Потому что у новичков часто такое бывает, блин, Рашид, а дальше-то что? Даже вот, например, вчера ребята, которые товар выбрали, говорят, Рашид, мы товар выбрали, а дальше-то нам что делать? Вот, завтра у нас с ним в 10 часов будет созвон, где я пошагово тоже детально объясню, какой следующий алгоритм наших действий. Вот, вот это, кстати, можете тоже себе скопировать. Какой план запуска бизнеса, точнее, магазина на Вайлдберрисе? За скриньте. Сюда входит как раз-таки анализ конкурентов, подбор товара, регистрация на 1688, юнит экономика, оформление ИП. Видали? На пятом месте только оформление ИП, не раньше. А то, например, люди заходят на обучающую программу и часто спрашивают, что «О, Рашид, мне уже ИП открывать?» Нет, друзья, не торопитесь открытием ИП, потому что это делается достаточно быстро, буквально за неделю. И даже никуда выезжать не надо сейчас. Это раньше надо было ехать налоговую, оплачивать госпошлин в размере 800 рублей, да? И, соответственно, запускать вот таким вот образом бизнес. Сколько стоит зайти на Вайлдберрис? Это вот на данный момент времени. Давайте математику быстренько пробегусь и расскажу. Значит, открытие ИП стоит 0 рублей. Но ИП – это да, 0 рублей. Но в налоговую, точнее, в пенсионный фонд нам нужно будет оплатить 13 тысяч рублей за один квартал. Даже не за один квартал. В квартал – это же у нас 4 месяца. А нам нужно будет, получается, за 3 месяца закупить товар, привезти в Россию и здесь реализовать. Один цикл примерно длится около 3 месяцев. То есть вот за один год ИП платит 49 с половиной тысяч в 2024 году. Делим это на 4 кусочка, и получается, что примерно где-то 13 тысяч рублей. Закуп товара – это от 45 тысяч. Это один товар, одна из каюшечка, да? В количестве 150 штук хотя бы от 300 рублей. Вот, достаточно много таких товаров. И будем с вами их искать. Дальше накладные расходы. То есть это отгрузка товаро-транспортной компании на склады ВБ. Это картонные коробки, в чего надо будет упаковать дополнительные зип-пакеты, скотч, констовары, принтер этикеток, термоэтикетки сами. Вот. Это вот накладные расходы, которые примерно стоят 50 рублей на одну единицу. Умножаем на 150 единиц. Если одну из каюшек берем, соответственно, выходит 4,5. Дизайн карточек, если сами умеете, это прекрасно. Кто вот курсы там инфографики проходил. Или кто будет на обучающей программе «Шестой поток». У меня отдельно модуль третий про инфографику записан. И там прям прожеванные уроки. Как делать самому инфографику. Это для тех, у кого времени вагон и маленькая тележка. А для тех, у кого времени не хватает, и кто быстро хочет оперативно руками профессионального дизайнера это сделать, это стоит примерно 2,5 тысяч рублей на одну карточку. То есть 5 картинок по 500 рублей. Все оптимизация. Это означает, нам нужно описание карточки придумать таким образом, заполнить наименование, характеристики, дополнительные поля, описание таким образом, чтобы прекрасно реклама работала. Это стоит примерно 500-1000 рублей на одну карточку. Вот и считайте. Взнос для того, чтобы стать поставщиком на Wildberries сейчас стоит 10 тысяч рублей. Но эти деньги не исчезают где-то, а они падают вам в кабинет, в рекламный модуль. Все. И прибавляются к рекламному бюджету в размере 35 тысяч на одну карточку, чтобы реализовать ваши 150 единиц товара. Вот сколько примерно выходит. От 94 до 110 тысяч рублей на одну эскаюшку. Но я обычно рекомендую завозить хотя бы две эскаюшки. И, соответственно, 110-200 тысяч рублей, если у вас есть где-то на вкладе под 15, под 10% годовых, то, в принципе, можно взять этот бюджет и запустить на тест как раз-таки своего магазина. Вот вы пройдете эту тропинку, дальше поймете, как здесь все функционирует. И я думаю, когда поймете, что тема рабочая, уже не остается, как дополнительно добавлять дров в топку. Понимаете? Когда вот вы видите, что ваш товар там в день раскупают по 10-15 человек, и с каждой продажи у вас остается по 10-15 тысяч, как бы, я думаю, не составит труда денежки найти. Вот. Какие результаты можно достичь при таких вложениях? Примеры сейчас покажу. Ну, значит, Роман с пятого потока результаты вот свои отправлял. Точка А. Не было опыта продаж в области маркетплейсов. Начинал с капиталом 100 тысяч. Понимаете? Даже вот, как я сказал, минимальный капитал уже уложился. Точка Б. Продал на 365 за месяц. Офигеть. Смотрите. Продажи. Это даже не в заказах, а это в продажах, выкупах на 365. Мне интересно, что за товар нашел Роман с такой рентабельностью классной. Пришел на курс с запросом обучиться выйти на маркетплейс. Цель выйти на прибыль 350. Видали? Оказывается, цели реализуемые. И вот кейс Ильдара. У себя на YouTube-канале выкладывал. Это Бажай из Самары. Сегодня только скрин я, значит, обновил. До обучения заказал товары на 400 тысяч рублей. Мини-принтеры для телефона. Так они и лежат, часть товара. Но вчера я с ним созвонился, как раз по WhatsApp. И примерный план накидали на эти мини-принтеры. Но во время обучения потом узнал, на самом деле, как подбирать товары надо для Вайлдберриса. Не просто там понравился товар, первый попавшийся. Вот. Вложил туда всего 40 тысяч рублей. В первый закуп, да. И вышел на 1 426 000 рублей заказов за 3 месяца. Меня вот даже ребята спрашивают, как так, если он 40 тысяч начинал. Да потому что он понял, что этот продукт нужен людям, и долго не ожидая, да, сразу закупил вторую, третью, третью, четвертую партию товара. И они след за следом начали приезжать. Тем более товар летний, сезонный, классный. И он начал отгружать, по моим рекомендациям, на сложные склады. Вот. А на какие склады? Тоже вот на обучающей программе «Шестой поток» я буду детально рассказывать, как определить, куда отгрузить и так далее. Почему мои ученики во время курса отбивают вложенные деньги и выходят на хорошие обороты? В чем секрет? Кто-то вот спросит, да. На самом деле существует три кита успеха на Вайлдберрессе. Первый – это стратегия, то есть это план работы. У нас на самом деле мультитоварный бизнес. Что это значит? Мы продаем различного типа товары. Там товары для сада, товары там головные уборы летние какие-нибудь, купальники, товары для хранения вещей, товары для спальни, товары для кухни, товары для ванны. Огромное количество разных категорий, да. Даже инструменты какие-то, наборы для инструментов, наборы для каких-то хранений этих инструментов даже, да. Вот. Мы просто ищем и продаем товары, которые нужны людям. А как понять, что нужно людям? Правильно, пользуемся сервисами аналитики. А как ими пользоваться, эти тонкости, нюансы, тоже вот на «Шестом потоке» буду рассказывать. Навык. Второе – это считать деньги. Многие нифига не умеют считать деньги. Это называется юнит-экономика и просчет себестоимости товара с расчетом чистой прибыли. Мусин Гумар спрашивает, запись будет? Ну, я постараюсь. Здесь, конечно, написано, плей-запись идет, но по возможности. Надеюсь, никаких технических сбоев не произойдет. Все будет хорошо. Вот. Насчет юнит-экономики. Да, многие спотыкаются о том, что вроде посчитали, да, а по факту получаются другие цифры. И пока товар едет, да, демпинг начинается на эти товары, соответственно, все падает, желание падает, ценники падают, и люди даже в ноль не могут эти товары распродать. Но это ошибка. Из-за чего? Из-за того, что они не проводят краш-тесты. Как их проводить? Я вот тоже детально все рассказываю. Третье – это следование выверенному алгоритму. Идти шаг за шагом по плану, не отходя от него. Не бежать вперед паровоза, потому что на действующие поставщики, на обучающие программы часто заходят, и там, Рашид, я это уже знаю, давай дальше, пора продвижения. Друзья, нет, мы начнем прям с самой базовой, как бы, точки, чтобы вы в процессе на себя наложили, спроецировали вот ту модель, которая у нас сделана, да, на себя. Посмотрели, где есть пробелы, заполнили, поняли, как, например, это работает у нас, и примерили на себя. Если у вас все прекрасно получится, значит, даже ваши действующие товары кидаете в таблицу рентабельности, просчитываете и делаете аналогичный алгоритм. Вот, кейс Ильназа с реалити. Вот сейчас тоже, значит, скрины обновил. Так, сколько товарам надо заходить? Количество вида. Ну, как я уже сказал, желательно хотя бы минимум две эскаюшечки. Мы вот, например, с дядей, с газену Рабы, блин, да, завезли две эскаюшечки всего. И сейчас дальше я вот кейс его тоже покажу, какие результаты получилось сделать всего с двумя товарами. Но на данный момент у нас приехали еще две новинки, и еще вчера только вот, сидя у меня в домбане на веранде до 11 вечера, мы заказали еще две эскаюшечки из других вообще категорий, потому что у нас будет стратегия Тагая ближе к осени. Мы хотим хотя бы 8-10 разных категорий, вот, зацепить связки и их уже модельным рядом вот так вот увеличивать. Понимаете? Вот, смотрите, кейс Ильназа, тот тоже вот реалити смотрел, у меня в Телеграм-канале тоже выкладывал, с ним кейс на Ютубе. Значит, в прошлом работал в полиции, продавал семена оптом, сейчас, кстати, тоже летом семена оптом продает, но только оптовый уровень он свой увеличил, ну, то есть не ведрами, грубо говоря, а фурами продает. Вот, продает год, получается, два магазина на Вайлбрисе, сейчас за два месяца в заказах 7,7 миллиона, с чистой прибылью больше 30%, если выкупах считать, то где-то здесь 5,5, но это еще не все дошло, остальное дойдет ближе к 6,5, наверное, будет. Вот, также, например, кейс селлер Алина, 30 лет, был опыт продаж на Вайлбрисе, два года на нишу демпинговали, приняла решение просто тупо уйти с Вайлбриса, не было понимания, как вообще здесь отцифровывать все и как функционирует, запустилась заново, по-моему, то ли на третьем, то ли на четвертом потоке, и все, вот с небольшого капитала сделала в заказах 129 тысяч, а выкупах 123, блин, вообще классный процент выкупа, да? На самом деле у нас в обучающей программе на курсе есть разработанные под Вайлбрис 10 таблиц, понимаете, которые у вас сохранятся навсегда и которые вы будете постоянно использовать. Здесь учитывается и комиссия Вайлбрис, и логистика, все накладные расходы, просчитывается фактическая себестоимость, чистая прибыль, планирование финансов, плюс еще отгрузки, плюс еще поставки, короче, здесь все детально, то, что сами мы используем, понимаете? Так, едем дальше. Кейс Артура. Тоже на Ютубе выкладывал, покупал товары из России, из садовода, потом как бы научился подбирать товары из Китая, благодаря мастер-классам по Китаю, которые у нас тоже в подготовительном модуле есть, и рентабельность выросла на 631%, понимаете? Прикольно же. Вот, кейс Руслана с Реалити. Тоже это ученик с Реалити 2.0. Руслан, который в Дубае живет, в ноябре уже два года будет, так в Россию ни раз не приехал. Ну, жена его живет в России, получается, месяц-два месяца в Дубае, и открыл ИП, получается, дальше настроила все нужные моменты, и сейчас он удаленно ведет кабинет через фулфилмент, то есть компания, которая за него товар встречает, проверяет на брак и отгружает, получается, полностью управлять бизнесом удаленно. Потому что, зачем я это сделал, да? Потому что у меня есть родственник, который работает в цирке. Вот, сначала он в Китае 5 лет по контракту работал, а потом сейчас вот в Америку уехал. Но бюджет копится, и он меня сейчас спрашивал, Рашид, а можно ли этот бизнес вести удаленно? Я говорил, Рустик, конечно, можно. Сейчас он в Аргентину, конечно, уехал. И вот специально для него вот эту как раз-таки модель постарался сделать, чтобы он тоже понял, куда можно будет по приезду в Россию вкладывать деньги, например, так же живя где-то удаленно, как инвестор. Вот, значит, Руслан, мы с ними запустились с небольшого бюджета, сделали ошибку. То, что с небольшим бюджетом в монопольную нишу зашли. И, несмотря на ошибку, в самом начале сейчас вот он вышел на результат. Миллион триста девяносто три тысячи за два месяца в выкупах. Понимаете? В выкупах. Вот так вот. А начинал как бы очень-очень скрипя зубами. Каждый день выделял время на то, чтобы после работы анализировать. Либо во время работы, во время обеда. Быстренько там себя еду закинул. Там частный перерыв есть у них в Дубае, да? И сидит анализирует товары. Огромный список создал. Мы с ним потом созванивались. Его проверяли этот список. Выбрали товары, запустили. И не совсем хорошо сначала получилось. Почему? Потому что он хотел двинуть большого топчика. Но с его ограниченным бюджетом не совсем получилось. Но спустя время, да, мы с ним запустили где-то то ли в декабре, то ли в январе. В продаже, да? Спустя время, я вот с Русланом где-то неделю назад по WhatsApp-у созванивался. Как дела? Говорю, ты, говорю, конкурента догнал? Рашид говорит, я уже давно его обогнал. Он еще полно разных других моделей закинул. И сейчас вот продает, по-моему, около 7 разных номинований. Вот результат. В заказах 2,6. В выкупах 1,4 почти. Но меня единственное смущает процент выкупа. Надо вот как раз с ним разобрать кабинет и понять, почему 56%. Потому что в его товарной категории он должен быть минимум 83-84. На ВБ много конкурентов. Поздно выходить. Кто так считает? Вот в чате напишите, пожалуйста. Кто боится за конкуренцию? Переживает. И Парашид уже давно на Вайлдберсе. Все все продает. Куда мне лезть с моим небольшим капиталом? Есть такие? Если есть, напишите. Я вот переживаю за конкуренцию. А этот вопрос пока почитаю. Дмитрий, а по количеству от скольки штук везти на тест на 1СКЮ? Есть какое-то минимальное значение? Меньше от скольки даже смысла нет везти. Ну, блин, если товар габаритный или, например, тяжелый или объемный, то не менее хотя бы 60-80 единиц. Мы, например, с дядей привезли такой объемный товар, получается, в количестве 60 штук. То есть мы заказали 2СКЮшки. Первая 60 штук, вторая 150 штук. Вот Султан Руслан пишет. Я боюсь. Чего боитесь? Конкурентов? Конкурентов на самом деле не так нужно бояться, как вот вы боитесь. Почему? Сейчас покажу. Смотрите. Антикист случайного продавца на Вайлдберсе. Вот селлер продает на Вайлдберсе 28 месяцев. 28 месяцев. Продано за эти 28 месяцев это сколько? Это 2,5 года, получается. 883 товара. То есть 31 единицу товара в месяц. То есть всего лишь одну шапочку в день. Разве для этого заходят на маркетплейсы, чтобы одну шапку в день продавать? Ну это смешно, друзья. А хотя селлеры уже 2,5 года. И таких селлеров вообще там очень много. Прям вот давайте реальный пример быстренько покажу. Реальный пример, кто переживает за конкурентов. Так, запустить. Так, запустить. Вот, показать экран. Запустить показ экрана. В офисе экран. Сейчас вам реальный пример покажу. Зайдем сюда. Надеюсь, мой экран видно. Давайте вот напишем шапка какая-нибудь. Даже не так. Давайте вот. Ну ладно. Шапка. Мужская. Мужская шапка. Заходим. Вот, заходим сюда. Сейчас вот все прогрузится. Потому что достаточно конкурентная тема. Популярная. Денежная, я бы так сказал даже. И вот выстроить по новиночкам. Давайте посмотрим. Новиночкам. И вот можно увидеть. Здесь более-менее нормальные товары, да? А можно увидеть такие вырви глаз товары. Вот, например, смотрите. Вот шапочка, которая появилась буквально вчера. Позавчера, наверное, отгрузилась. Здесь 59 рублей продается. Зайди сюда. Вот она, шапочка такая. И давайте посмотрим. Вот этот поставщик, как давно он продает. Вот меня вот это больше интересует. Вот у него в карточке здесь написано. Смотрите. Шапочки. Ирен какой-то. 4.6 рейтинг продал 3700 оценок на товары. Продан на 18000 товаров. А продает 3 года и 5 месяцев. Понимаете? За 3 года и 5 месяцев нифига не научился делать как бы нормальную карточку. Какая-то фотография одна. Без обзора. Без инфографики. Вот. Но выигрывает за счет чего? За счет того, что у него, видимо, другие карточки продавались до этого. И очень низкую цену ставит. Я не знаю, он где эти товары берет. Здесь рентабельность, конечно, никакая. Учитывая, что он товар продает за 259 рублей. Понимаете? Почем нужно покупать шапку, чтобы продавать по 259? И еще и чтобы что-то оставалось. То есть он занимается, видимо, благотворительной деятельностью. Вот они, конкуренты ваши. Вы переживаете. Вот опять на белом фоне шапочка. Давайте посмотрим этот сейлер. Сколько уже продает времени? Может, это новичок? Может, он не знает, как продавать на Вайлдберрисе? На белом фоне кинул шапку. И вот давайте посмотрим, где тут его магазин. Так, все шапки. Сейчас вот откроется его магазинчик. Так, здесь вот как раз-таки должно появиться коледина. Остатки. Но почему-то здесь не появляется. Ну-ка, если сюда перейти. Каталог тысячи шапок. Обычно здесь в панели тоже показывают, сколько времени продает сейлер. Так, зайдем сюда. Цена. Пока долго прогружается. Видимо, тоже очень-очень давний старый сейлер. И все, что попадается на глаза, он пытается продавать. И посмотрите как раз-таки, как это он делает. То есть, просто взял любой первый попавшийся товар, кинул его на белый фон и пытается продать. За счет того, что у него огромное количество товара в остатках лежит на складе Вайлдберриса, у него за хранение огромные комиссии списываются. Так, ну-ка еще. Где здесь интересные товарищи? Ну или вот, например, да. Это у нас кто? Новичок. Как нам покажется, да? Дяденька какой-то. Вот, сфотографировал сначала шапку на себе. Потом одел на девушку. Может, на ребенка. На девушку. А вот на ребенка. Ну-ка, сколько времени он продает на Вайлдберрисе? Давайте посмотрим. А, три месяца. Все. К нему вопросов нет. Он, видимо, самостоятельно запустился, не зная, как что делать. И вот за три месяца пока еще нет оценок. Только товар отгрузился. И таких поставщиков, на самом деле, огромное количество. Понимаете? Так что переживать за конкуренцию не стоит. Вот еще пример учеников. Значит, с четвертого потока. Это мои соседи с восьмого этажа. Мы на квартире живем в жилом комплексе на пятом этаже, а они вот с восьмого этажа. И долго наблюдали за Рашидом. Чем же он занимается? И иногда стеснялись, но потом перестали стесняться и начали спрашивать, чем же Рашид занимается. Я им начал рассказывать, объяснять. Короче, информации было много за один раз. Я говорю, лучше приходите на обучение. В итоге вот результат. Они запускали, значит, в том году в октябре примерно. И в выкупах сделали 1,2 миллиона рублей. Прикольно же. ВБ злой. Кто-то может подумать. То есть боится штрафов. Штрафы, штрафы. У кого вот есть переживание, что штрафы на Ванево Айлберрисе очень много. И может попасть на штрафы. Вот здесь Николай спрашивает. И на сколько складов нужно 80 СКЮ? Ну, минимум хотя бы на 2. Потому что распылиться 80 СКЮ на 4-5 складов будет не очень хорошо. Почему? Потому что на транспортной компании можно тоже разориться. Ренат Гималдинов зашел на Озон, а на ВВБ, боюсь, как раз и зашел. Есть такое дело. Но если вы знаете, как с ними бороться, и если все делаете правильно, как я говорю, то штрафов можно не переживать. Понимаете? Какие штрафы бывают на Ванево Айлберрисе? Бывают штрафы за габариты. То есть, например, у нас вот такой недавний дядя прилетел. Значит, покупатель засунул товар не в тот пакет, в котором он получил, а в другой, потому что он родной пакет порвал. Товар приехал на склад ВВБ, его там кинули на ленту, там у них появился автоматический робот. Вот он сфотографировал криво-косо, решил, что размер нашего товара не соответствует характеристикам на карточке, и за каждую продажу с этого момента начал нам штамповать штрафы. В итоге доросло до того, что штрафов набралось на 140 тысяч рублей. А дяде, строителю, который 59 лет, свои 59 лет не продавал в интернете ничего, это было как бы сильным переживанием. Я говорю, газонарабы, не переживай, вопрос решим. Придумали алгоритм обхода, чтобы хоть продажи наши не останавливали, потому что маховик-то мы начали раскачивать, а с каждой текущей продажи карточки у нас штраф. Но как делать так, чтобы у нас продажи дальше шли, но штрафов не было? Я это ему сделал, продублировал карточки. А те, которые со штрафами товара, я приостановил продажи. То есть ценник взвинтил до 5 тысяч за товар, рекламу остановил и писал обращение в поддержку. Правильное обращение. После этого, через спустя 2 недели, штраф нам в размере 140 тысяч вернули. И вот прошлый понедельник, наконец, я его вывел к себе на счет. Ну, к дяде на счет. Он их получил и дальше отправил закуп товара. Глаза загорелись, что прекрасно, Рашид, все круто качает. Дальше штраф за отгрузки без маркировки, честный знак. Тоже такое может быть, но в любом случае решаемо. У меня есть контакты проверенных людей, которые сделают и маркировку, и все как надо. Как говорится, все официально. Так что можете не переживать. Дальше штраф за продажу товаров, на которые есть патент или эксклюзивное право обладания. Вот это тоже достаточно просто проверяется. И перед тем, как закупить товар, это все дело будем с вами проверять. А как? Я вот все на шестом потоке расскажу. Какие еще штрафы могут быть? Вот за габариты можете заскринить. Что делать? Эффективная схема. Если вы получили штраф за габарит, это вам на будущее на всякий случай. Можете сохранить снимок экрана, сделать инструкцию. То есть нужно перемерить свои товары, сфотографировать, отправить, получается, в поддержку Вайлберриса. Также документы скачать, где у вас был нормальный коэффициент. Отправить им все это в поддержку. И писать до судебной претензии. Шаблон до судебной претензии тоже я уже отправляю как раз таки ученикам шестого потока. На обучающей программе есть информация про все правила Вайлберриса, чтобы вы не попадались на штрафы. Понимаете? Вот. Так что мои ученики на штрафы не попадаются. Если были такие случаи, если здесь есть ученики, которые вот проходили третий, второй, четвертый, пятый поток, да, и попадались на штрафы, напишите, пожалуйста, мне. Потому что в наших рабочих чатах я еще ни разу ни от одного человека не увидел, что ему прилетел штраф. Были случаи, конечно, за самовыкупы, но это нормальное явление, это просто дополнительный маркетинговый бюджет. Что такое самовыкупы? Это когда мы раскачиваем карточку через сторонние сервисы, да, типа ВБПРОД и так далее. Если там перебарщиваем, палку перегибаем, да, там 2, 3, 5 тысяч может прилететь штраф. Но, ну, 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 это просто дополнительный маркетинг бюджет. Если это вам дает в дальнейшем результаты и продажи, что поделать? Все нормально. Так, ключи растут, на сегодня 1600, продаж нет, реклама крутится, Рашид, в чем может быть дело? Азат. Ближе к концу вебинара можете скинуть карточку, мы можем вместе проверить. Едем дальше. Какой путь выбираете вы? Смотрите, есть несколько вариантов развития пути. Первый, спасибо, Рашид. Я пока, возможно, никогда, скорее всего, не буду ничего менять в своей жизни, буду лучше дальше ждать лучшего момента. Часто такое бывает. Кто-то говорит, я там уже третий год смотрю твой YouTube канал и все, мечтаю открыть свой бизнес на маркетплейсе. Да, может пройдет 5 лет, может пройдет 10 лет. Это прям, как сказать, патриоты своей мечты. Они все дальше будут мечтать открыть свой бизнес. Но так и не открою, к сожалению. Второй вариант развития событий. Я сам построю бизнес на вайлбересе. Хочу наделать своих ошибок, шишек набить. У меня есть большой запас денег и времени. Но если все-таки денег, времени ограниченное количество, можно выбрать третий вариант. Это пойти с Рашидом строить бизнес на вайлбересе на шестой поток, который у нас, как я сказал, в понедельник уже в режиме онлайн стартует. Можно присоединиться, будет к нему прямо сейчас. И у вас уже сегодня откроется подготовительный модуль 0 по Китаю. Кстати, друзья, вот кто сейчас вот на шестой поток уже присоединился, напишите, пожалуйста, подготовительный модуль 0 по Китаю вы изучили, изучаете. В целом, информативно ли, полезно ли. Вот, обратную связь дайте, пожалуйста. Потому что здесь есть ребята, которые смотрят и думают, стоит идти, не стоит идти на обучение. Честный знак, на все товары нужен? Я пару вас спрашиваю. Нет, не на все товары. Это что касается текстиля. Это махровые халаты, это тапочки, это обувь, это всякие там велосипеды. Под честный знак попадает все больше и больше категорий. Но лучше сейчас узнать, как это работает, чтобы потом вам было намного легче. Потому что сейчас многие обходят стороной. Нет, я не буду лезть в эту категорию. Не буду лезть в эту категорию, постою в стороночке. Но в любом случае это, скорее всего, до 2026 года, по-моему, сказали, до каждой категории дойдет. Лучше быть вооруженным изначально. Понимаете? Так, вот, значит, Сергей пишет. Грызем. Информация очень полезная. Спасибо, Сергей, за обратную связь. Анастасия, изучаем. Очень много информации, которую сам не найдешь. Понял. Прекрасно. Вот, видите, друзья, ребята изучают вполне сейчас вот, когда есть время. Потому что они присоединились уже 4 июля, получается, 13 дней назад. И у них есть фора. Понимаете? Так что надо ускоряться. Вот. Пойти с Рашидом, строить бизнес на Вайлберресе. Хочу оптимизировать все бизнес-процессы, быстро прийти к результату и большим оборотам. Нет возможности и желания терять деньги и время. Если все-таки вы хотите сэкономить время и деньги, добро пожаловать на шестой поток. И если вот хотите с минимальным количеством ошибок быстро пройти весь этот путь и начать уже получать деньги с Вайлберреса. Не только деньги тратить на Вайлберресе, да, но еще и зарабатывать, оказывается, можно. Вот я этому и обучаю на шестом потоке, который вот 22 июля стартует. Если ты еще не вышел на Вайлберрес, значит, у тебя будет запущенный магазин на ВБшке. Начнет зарабатывать уже во время обучающей программы. Если уже продаете на Вайлберресе, исправите свои ошибки, на которых теряете деньги, я вам буду подсвечивать эти моменты, чтобы вы такие, «О, точно, вот этот момент, я же выпускал из головы». Озарения такие будут приходить, дай бог. Увеличите обороты и чистую прибыль даже в условиях растущей конкуренции. Вот что мы и продолжаем делать. Если у тебя нет стартового капитала на закупку товара, возможно, создавшись источник дополнительного дохода, совмещая работу с Вайлберрес и основной деятельностью. И, возможно, в обучающей программе найдешь себе инвестора, которому можешь быть как правая рука, который грызет гранит науки, а с инвестора будут денежки. Вот. И вместе, как говорится, будете получать результаты. Так, значит, я парово. Два месяца на месте стоим. Это плохо или нормально? Это плохо, потому что за два месяца я вам показал сейчас только результаты Ильдара. Вот Ильнас запустил 8 мая свой второй магазин, чтобы как раз-таки дифферсифицировать все эти расходные части и так далее. 8 мая, 8 июня, 8 июля, 17 июля. Вот, получается, пошел второй месяц и уже в заказах. Давайте вот сколько скринов назад вернемся, да? Вот сейчас один из них. Ильнас. Вот Кесельнас. Смотрите, вот это вот воронка продаж с 17 мая по 17 июля с нового магазина. За два месяца, понимаете, 1,8 в выкупах. А вы говорите, стоим на месте. Ну, если хотите стоять на месте, стойте на месте. Я, как говорится, не против. Мы будем идти дальше с нашими ребятами, дай бог. Значит, вот пример Артема. Максимальный тариф с куратором брал, получается, ну, это уже четвертый, по-моему, поток. Сделал за месяц 77 тысяч в выкупах и 99 в заказах. Далее, вот кейс наставничества Павла вырос на 27% и создал команду. Да, вот с Павлом, когда начинали работать в личном наставничестве, получается, он работал из дома, ноутбук на пузо поставил, грубо говоря, и управлял, как многорукий, многоног, один своим кабинетом. Ну, еще девушка помогала. Но потом мы начали с ним набирать людей для того, чтобы эту работу делали дополнительные как раз-таки люди, а не только он сам. Менеджера нанял, в склад людей нанял, которые упаковывают, потому что они сами ездили упаковывать. И при том, нанимая людей, набирая склад как раз-таки, да, набирая людей, покупая склад, они, получается, еще и в результатах выросли, потому что довезли еще товары из Китая. Не только тот, который они продавали на постоянной основе. Даже, кстати, тогда, помню, у меня личное наставничество стоило где-то 150 тысяч рублей. Вот. А Павел за одну закупку из Китая только через нашего посредника сэкономил с одной партии 300 тысяч рублей. То есть он два раза окупил личное наставничество, а потом еще месяца три-четыре с Павлом работали плотно. Вот такие вот дела. Павел красавчик. Программа курса. Кстати, тоже можете вот от себя заскринить. Вот примерно такая будет программа курса шестого потока. То есть модуль 0 подготовка сейчас, ребят, идет. Модуль 1 начнется у нас в понедельник. Подбор товара. Еще раз пробежимся. Много-много моментов будет. Потом модуль 2 сертификация. Модуль 3 создание карточек. Тут и инфографика, и сиоптимизация. Модуль 4 поставка товаров на склады. 5 это подсчет фактической стоимости. Модуль 6 продвижение товара, что самое главное. Реклама, практика, внутренняя, внешняя и так далее будет. Далее аналитика, чтобы понимать вообще, что у нас происходит в магазине. Восьмой модуль оплата налогов. И девятый модуль это масштабирование. Это уже для тарифа максимально с куратором. Куратор это дополнительно как раз таки у вас будет наставник, кроме моих, по понедельникам со звоном. Вот. И вместе с ним можете как раз таки созваниваться, оперативно решать вопросы. То есть этот человек, действующий селлер, мой ученик, который вас дополнительно возьмет под крыло. И также будет дополнительный вебинар для тарифов с куратором. Промасштабирование через делегирование, через команду, через инвестиции и через модельный ряд. И много-много чего еще. Про мой склад тоже буду рассказывать. Также дополнительные материалы для всех тарифов уже будут. Что сюда входит. Бизнес-таблицы, которые сами используем в работе. Конспекты уроков. Контакт проверенного посредника. Еженедельные вебинары с Рашидом с разбором карточек, магазинов и ответами на вопросы, соответственно. Общий чат с обратной связью и уроки для менеджера на Вайлберрисе. Бонус. Самый жирный главный бонус – это сервис MPStat. Сервис рентген для сквозной аналитики. Он для вас будет стоить вот 0 рублей от меня в подарок. И также второй сервис аналитики MoneyPlace будет стоить 1000 рублей вместо 12 на 2 недели. Благодаря нему можете делать экспресс-анализ. А как? Я это как раз таки все буду дополнительно рассказывать. Так, Дмитрий, Рашид, я смотрел предыдущий вебинар в записи. Там ты первым, кто купит, давал бонус в виде проверки подобранных товаров. Больше уже не актуально, как я понимаю. Дмитрий, а вы тогда присоединились на обучение? Скажите, пожалуйста. Вот, если присоединились, то для вас это актуально. Также подарок к шестовому потоку. Как раз Дмитрий спрашивал про разбор списка. Об этом тоже расскажу. Также, значит, в шестовом потоку будет запись двухдневного практику, обновленной по аналитике подбора товаров из Китая. Он, значит, стоил 16 900-900. Это будет подарок. Кстати, кто его уже покупал, у вас будет скидка в размере 6 990 на обучающую программу. Если вы сегодня выберете тариф, присоединитесь, скидка дополнительно будет действовать. Далее. Вот тарифы, которые сейчас пока существуют. Это базовый, если вы чувствуете себя уверенно, самостоятельно изучать материал и внедрять, получается. Максимальный, это с куратором, как я уже сказал, с моим одним из учеников дополнительно. Групповое наставничество, где куратором буду являться я. И индивидуальный. Вот, я, конечно, не планировал набирать на индивидуальный, но учитывая то, что мы с ребятами уже почти работу заканчиваем, но периодически созвоны будем продолжать делать, у меня сейчас немножечко освобождается время для личной работы. Я вот в реалити дополнительного человека беру и еще как раз-таки думал двух человек взять на личное наставничество, где как раз мы будем созваниваться один раз в две недели примерно, да, или один раз в неделю. Все по необходимости для того, чтобы как бы я работал над вашим магазином со стороны и говорил, что делать по шагам лично, часа по три мы так созвоны проводим, вот, значит, смотрите, база уверенной, для уверенных самостоятельных людей, максимальный с куратором. Куратор – это действующий селлер-ученики прошлых потоков с оборотом от 1 миллиона рублей. Ну, сейчас, я думаю, даже больше, потому что, например, один из кураторов – это Ильнас. У него, как я видели, там за сколько? За три с лишним, по-моему, перевалило. Групповое наставничество – ваш куратор Рашид. Здесь у меня 12 мест было, сейчас, по-моему, то ли 6 осталось, то ли 7, не помню точно. Ну, короче, туда вписаться можно. Индивидуальный, как вот с дядей лично я работаю, как с Ильназом работали, как с Рамилем, с Русланом, как вот с Рустемом, как с Михаилом сейчас вот плотно работаем. Вот. Значит, база – мест 78, максимальный с куратором – 13, наставничество – групповое – 6, индивидуальный – 3. Бонусы для тарифа максимальные – это чат с кураторами, действующими селлерами, проверка товаров куратором и проверка домашних заданий, чтобы вы не отлынивали и делали домашку, потому что с каждым вебинаром еженедельным у нас будут домашние задания. И если вы не сделаете домашние задания, к следующему вебинару к доп. материалам вы уже не допускаетесь. Понимаете? Вот из-за этого у нас строго, так как мне нужны ваши результаты. Мне не нужно, чтобы вы потом говорили, о, как классно, я прошел курс Рашида, послушал его, да, умные вещи говорит, но нифига не делали. Мне так не надо. Мне нужны кейсы как раз-таки. А кейсы было столько, допустим, ноль, стало там 500 тысяч в заказах. Мне вот это надо. Понимаете? Чтобы я знал, что вот теперь еще на одного действующего селлера в России стало больше, у которого все получается, и рентаймность хорошая, дай бог. Бонусы для тарифа. Групповое наставничество VIP. Это каждую неделю дополнительный вебинар с Рашидом у нас будет. Кроме, точнее, основных, которые каждый по понедельникам для группового наставничества, где я уже куратором буду, у нас будут еженедельные по четвергам еще. То есть вот понедельник основной, базовой, а в четверг уже групповой дополнительно лично со мной. У маленькой группы людей, чтобы я уже в каждый бизнес тоже со стороны мог включиться. И наши ученики, коллеги с нашей мини-группы тоже могли, значит, участвовать. И со стороны видеть, допустим, чьи-то ошибки и понимать, что если у них такое же есть, эти ошибки исправлять. И два личных зум-созвона. Первое в начале – это разбор текущей ситуации, определение точки А. Прописываем план к точке Б и, соответственно, начинаем работать. Второе в конце обучения, по желанию, проверяем, что получилось, и вносим коррективы для дальнейшего роста. Вот. Чтобы понимали, на ближайшие 3-6 месяцев дальше что мы делаем с ребятами. Тарифы. Значит, базовый – 59 900, максимальный – 89 900, групповое наставничество – 159 900. И индивидуальный, как я уже сказал, всего два места – 350. Вот. Но только сегодня и завтра, значит, на 5 тысяч это все будет дешевле. То есть, получается, базовый – 54 990, 84 990 – это максимальность с куратором, где у вас дополнительный наставник и модуль промасштабирования. А групповое наставничество – 149. Вот. Индивидуальный так и остается 350. Так что добро пожаловать на обучающую программу. Здесь как раз-таки можно присоединиться. Сейчас я вот сайт еще раз скину в чат. Давайте-ка, чтобы у вас он тоже появился. И покажу, как по нему пройтись. Вот ссылка на сайт. В чате должно было появиться. Сейчас я перейду на показ экрана. Запустить показ во весь экран. Я надеюсь, меня все четко видно, слышно. Поделиться. Экран мой видно. Значит, в чате нажимаем на ссылку. Вот такой сайт у нас открывается. Запуск бизнеса на Wildberries в 2024 году. Шестой поток. Можете как раз почитать, что здесь есть. Внутри. Как устроена программа. Удобный формат. Конспекты. Вот что мне нравится – это то, что дополнительные конспекты вебинаров у нас здесь еще есть. То есть не только в формате видео Рашида надо посмотреть, там 2-3 часа, и записать важные вещи. Но еще в формате конспекта у вас будет материал, чтобы вы распечатали, и у вас было перед глазами. А не надо было возвращаться к видео, чтобы что-то, какие-то моменты вспоминать. Вот тариф базовый, максимальный, и тариф VIP. Если нужно личное наставничество, для этого нужно будет обратиться уже к либо Елене, либо к Ольге с этим запросом. Сейчас я тоже могу их скинуть, Елену или Ольгу, чтобы с ними списались, и уже лично потом с вами созвон лично проведем. Значит, получается, выбираем какой-нибудь тариф. Кстати, есть варианты рассрочки на 10 месяцев. Получается всего 5,5 тысяч в месяц, и оплата только через месяц. Так, оплата через месяц. А вторую и третью выплату уже с выплаты от Вайлдберса можно покрывать. Также, значит, есть вариант максимальный с куратором 8,5. И если групповое наставничество вы берете в рассрочку, то 14 900 в месяц. И плодотворно будем с вами работать. Вот, например, хочу занять свое место на тариф базовый. Здесь я пишу свои данные. Например, там какую-нибудь почту, номер телефона. Вот, перейти к оплате. Перехожу сюда. Далее, получается, высвечивается оплата заказа такого-то. Этот заказ можно оплатить, кстати, частично, оказывается. То есть до 22 июля. Можете вторую часть потом донести. То есть сколько? Вот 27,495. Оплатить частично. Либо полностью можно выбрать любой вариант. Оплатить Тинькофф Пэй, оплатить Сбербанк Пэй, любой карты. Кстати, на четвертом и пятом потоке у нас были ребята с Казахстана. Вайлберестан тоже, кстати, активно развивается. И вот они качали оттуда, понимаете, не только с России, но и стран с СНГ. Дальше есть вариант. С Тинькофф Банк в рассрочку на 3 месяца, на 6 месяцев. Никаких переплат. Все комиссии на себя беру я. Просто вот эту оплату делим на кусочки. И больше денег у вас остается на закуп товара из Китая. Дальше получается. Вот даже покупай какой-то со Сбером есть рассрочка на 10 месяцев. Все. Убираете тариф, переходите и добро пожаловать на 6 поток. Так. На всякий случай закрепил сообщение в чате, чтобы не потерять. Так, едем дальше. Едем дальше. Так, смотрите. Вариант оплаты, как я уже сказал. Карта любого банка. На расчетный счет ИП. Оплата в рассрочку без процентов на 3, 6 и 10 месяцев. Специальный бонус тем, кто покупает вот только сегодня на этом вебинаре. 17 июля до 23.59. Любой тариф. Базовый, групповой, с куратором, лично. До конца сегодняшнего дня. Значит, такой бонус. Я лично проверю ваш список товаров до 20 позиций. В формате видеоразбора по каждой позиции. Составляете список по подготовительному модулю, соответственно. Делаете хотя бы 50-100 товаров туда накидываете. Оставляете самые рентабельные 20 штук, да, и отправляете мне. И я со своей стороны буду говорить, стоит этот товар покупать, не стоит этот товар покупать. Почему на сервисе аналитики буду разбирать по косточкам все эти важные моменты, чтобы у вас тоже в голове складывался пазл, для чего вот этот продукт я рекомендую, а для чего не рекомендую. Понимаете? Стоимость бонуса 20 тысяч рублей. Сегодня он идет в подарок для тех, кто покупал курс. Если вот, например, если вот, например, Дмитрий, вы в прошлый раз еще не присоединились, 4 июля, то у вас пока вот есть тоже сегодня прекрасная возможность это сделать. И это тоже будет в подарок, потому что у многих такой затык в голове возникает, затык на этом в голове возникает, да, такой, что, Рашид, я не знаю, будет этот товар продаваться или не будет. Я, конечно, посмотрел по твоей таблице, вроде все хорошо складывается, но все равно внутри есть какие-то сильные переживания. Стоит, не стоит этот товар закупать. Вот. И благодаря этому, если сегодня вы присоединяетесь, то у вас будет личный разбор уже в формате видео от меня. Включайте, смотрите, и у вас уже закладываются базовые моменты, почему стоит, а почему не стоит. И, возможно, у кого-то, как сказать, появится вдохновение того, что классно он выбрал нужный товар. И, а у кого-то, у кого-то, наоборот, будет какое-то разочарование в плане того, что он подобрал не совсем хорошие товары, да, потому что Рашид эту шелуху отсеял. Но это и плюс. Знаете почему? Потому что вы не привезли эти товары, не заморозили в них деньги, так как это частая ошибка новичков, потому что они непонятно какие товары везут, которые им просто тупо понравились, да, и в них заморозили деньги. И такие думают, блин, у меня там 200-300 тысяч лежит в каких-нибудь товарах, вот как у Эльдара, вот этих на мини-принтерах. И что делать с ними дальше? Вот если бы Рашид разобрал изначально, стоит или не стоит, тогда бы все было по-другому. Понимаете, друзья? Так что это достаточно важный бонус, и про него нужно не забывать. Так что у вас есть возможность. Амина, я правильно понимаю, что товары, цена которых продажи меньше тысячи рублей, нет смысла покупать до начала? Простите, если уже отвечали на этот вопрос. Амина, товары с рентабельностью от 70%, но не меньше 300 рублей мы завозим. Товары до 1000 рублей чаще всего сюда не относятся. Почему? Потому что в них дельта не совсем как бы та, которая нас будет устраивать. Зарабатывая там 150-200 рублей с одной продажей товара, далеко не уедем. Вот сколько нужно продать единиц товара за месяц, чтобы, допустим, на одном товаре заработать 100 тысяч. Чистыми. Давайте вот даже калькулятор я открою. Мне нужно заработать 100 тысяч чистыми. Делим это на 150 рублей чистыми с одной продажи. Это мне нужно 666 единиц товара продать в месяц. А их надо упаковать, их нужно отгрузить, их нужно отправить. Это столько телодвижений, когда можно это сделать, я не знаю, в 3-4 раза быстрее и с меньшим количеством товаров. Вот такие вот дела. Так. Кстати, кстати. Так, здесь вот кто-то еще спрашивал про гарантию. Если вы зашли в программу и все сделали по схеме и у вас нет продаж, я верну вам деньги. Если вы сделали все, как я говорю, но у вас ни одной продажи не получилось, да, то за обучающую программу как раз таки есть возврат. Вот это самое интересное. Но прежде чем делать возврат, мы будем с вами созваниваться, и вы покажете, что вы делали. Если у вас не будет продаж, то без проблем. Вот. Если вы как бы согласны на такое, то добро пожаловать. Получается, я говорю, что делать, а вы делаете. То есть не придумываете велосипед, а берете то, что уже изобретено, и внедряете в работу. Я говорю, допустим, завозить товары с ориентабельностью от 70%, но не меньше 300 рублей. Забиваете в таблицу. Если у вас все проходит, это хорошо. Следующий этап – это проверка рекламного бюджета. И дальше краш-тест. Если все это подходит, вы завозите, делаете инфографику, делаете все оптимизацию, создаете карточки. Далее все это дело отгружаете на нужные склады, запускаете внутреннюю рекламу, делаете самовы купе. И вот если у вас после всех этих действий реальных продаж не будет, то все-таки сделаю возврат без проблем. Такие вот дела, друзья. Так, я вот здесь вижу. Ярослав, видим вашу заявку на самый востребованный тариф. Еще немного, и место за вами. Ага, Сергей, Елена, добро пожаловать. Вот это скорость принятия решения. Поздравляю ваш бонус. Вот, друзья. Так что, Дмитрий, если вы в прошлый раз не успели залететь, добро пожаловать сегодня. Потому что этот бонус сегодня еще актуален до 23.59. Если есть какие-то еще вопросы, друзья, не стесняйтесь, значит, спрашивайте. Дмитрий, уже оплачиваю. Вашу заявку тоже видим. Хорошо. Не стесняйтесь, есть ли у кого-то. А если купил курс раньше, бонус актуален? Если вы присоединились 4 июля, этот бонус тоже действовал. Если вы присоединились позже, то этот бонус уже не действует. Если вы уже на обучающей программе, да, и у вас тариф базовый. Если вы все-таки таблицу создали, Сергей, в виде исключения, если как раз будет время, я могу вглянуть вашу таблицу. Если вы уже на обучающей программе, вы уже на обучающей или еще нет. Рекомендации дать мне не составит труда. Самое главное, чтобы у вас были продажи, чтобы вы прошли этот путь и понимали, как же все устроено на Вайлберрисе. Потому что много ребят с Азоны переходят на Вайлберрис сейчас, да? Потому что там много всяких подводных камней еще дополнительных появилось. Комиссии завышаются, хранение, рекламный бюджет увеличивается. Вот, и все заходят на Вайлберрис. Но скажу сразу, товары, которые вы продаете на Азоне, не всегда залетают на Вайлберрисе. Потому что здесь другая целевая аудитория, соответственно. Здесь совсем другие алгоритмы ранжирования карточки. И нужно подстраивать свои товары именно под ВБшечку. Вот такие вот дела. Ренат, то есть товар подбирать будем с рентабельностью не менее 70%. Ренат, желательно. Но не меньше 300 рублей. Потому что бывает, что о, рентабельность 100%, но там всего 100 рублей. Вот вы включите внутреннюю рекламу, да? И все, ваши 100 рублей улетучатся. И будете работать в ноль. Оно вам надо? Нет, конечно. Мы сразу завозим достаточно такие товары. Так, пока что открыт модуль 0. Изучаю. Курс был куплен 15 июля. Так, Сергей, смотрите. Давайте в виде исключения тоже. Вот раз вы пришли на сегодняшний вебинар и участвуйте в нем. Давайте и вам тоже тогда в виде исключения сделаю подробный разбор до 20 позиций. Так, составляйте. И как будете готовы, в чате нашим рабочим в шестом потоке напишите, что как раз таки Рашид я список составил, отправил себе в личку в Телеграме и отмечайте меня в чате. Хорошо? Я открываю на компьютере и делаю видеоразборчик. Дальше отправляю вам. И вы принимаете решение, какие из этих 20 товаров вы закупаете, а какие нет. Ну, прислушиваясь к моему мнению, либо не прислушиваясь. Это уже ваше сугубо личное мнение будет. Вот. Просто... Просто... Если интересует насмотренность Рашида, какие-то советы, то можете прислушаться. Я не возражаю. А если еще и результат, конечно, будет хороший, тогда все сделали, значит, верно. Так, ориентальности из процентов идут до вычета рекламы или после вычета? После, конечно. После вычета. Здесь у нас должна быть прям чистая прибыль после вычета налогов, комиссии маркетплейса, накладных расходов, расходные фулфилменты, если их используете, рекламы. Все. За вычетом вот этого всего у вас должно оставаться не менее 70%. Потому что если вы рекламу не учитываете, налоги не учитываете, у вас тут почти все товары будут с рентабельностью 70%. Но если вы начнете учитывать, вы сразу увидите, что у вас примерно 85% товара само собой отпадет, друзья. Понимаете? Вы же не хотите заниматься имитацией бурной деятельности, какой вот все занимаются. Вот. Так что, друзья, добро пожаловать на шестой поток. Уже в понедельник вечером стартуем. Я вот презентацию отшлифую, обновлю. И по всем как раз таки домашним заданиям пробежимся и важным моментам, которые нужно будет еще раз отредактировать. Да, кстати, кто уже присоединился 4 июля на шестой поток, соответственно, уже у нас прошел дополнительный внеплановый вебинар с подбором товаров. Вот. Так что тоже можете посмотреть его в записи. Если вот сегодня уже присоединяйтесь, спокойно можете все это дело тоже пересмотреть. Так, друзья, давайте быстренько пробежимся. Что останавливает вас пойти на шестой поток? Вот на данный момент 41 человек в чате. Как я понял, человек 5-6 уже ученики шестого потока будущего. А все остальные, скажите, пожалуйста. Дмитрий, вы с нами. Поздравляю, добро пожаловать, пишет Ольга. Хорошо, прекрасно. А остальные, друзья, что вас останавливает? Сейчас вот немножечко поговорим и дальше перейдем к дорожной карте и к разбору карточек, которые у вас уже кого-то, возможно, выложены на Вайлдберрисе. И вот как до этого писала, так, писала-писала я Парова, что у него 2 месяца уже стоит карточка и ничего не происходит. Или, например, Азад тоже вопросы задавал, как я уже сказал, его карточку тоже разберем. Страх неизвестности, Султан Русланов. Страх неизвестности – это как? Ну, то есть непонятно, что будет делать? Да как раз для этого программы обучающую я сделал, чтобы вы по всем шагам прошли, и страх неизвестности у вас пропадет само собой. Я просто лампочку в комнате черной включу, в каждой комнате, да, и вы такие, обалдеть, а что так все просто было, что ли? Вот я столько времени боялся того, что не стоило бояться. На самом деле самый важный шаг – это подбор товара. Больше остального бояться вообще не стоит, потому что все остальное – это технические моменты. Технические моменты – это как создать инфографику, все оптимизация, куда отгрузить, как запустить внутреннюю рекламу, как считать финансовые отчеты. Все. Там ничего пугающего нет, понимаете, я уже 5-3 года этим занимаюсь, друзья. И вот чтобы вот эти страхи неизвестности ваши пропали. Так, страх продвижения товара, Николай. Но если вы выберете нужный товар, то сам товар само собой продвигаться начнет уже, понимаете? Так, у кого-то такой страх может быть, как деньги, так и не появятся. На то, что для нас значимо, да, кто-то говорит, там денег нет пока участвовать на шестом потоке. Друзья, на то, что для нас значимо мы всегда находим деньги. Находим даже на то, что нам не особо необходимо. Там айфоны кто-то покупает. У меня вот, например, сотрудница была, да, помощница по прозвону в товарном направлении. Она, значит, купила себе айфон 11. Я думал, для чего-то нужного, да. Оказывается, нет. Я вот, например, для себя, для телефона вот покупал айфон, да, там, получше. Не совсем последнюю модель, да, а хотя бы там предпоследнюю. Для того, чтобы видео снимать, контент полезный для ютуба. Чтобы людям рассказывать и было людям полезно. Вот для этого, как рабочий инструмент ей этот айфон покупал, чтобы память побольше была, наснимал, смонтировал, выложил на ютуб. А она для чего покупала? Оказывается, селфи делает перед зеркалом. Я к ней на страницу ВКонтакте зашел после покупки айфона в кредит, да, у нее и до этого еще три кредита было. А она начала страницу своими селфи заваливать. А у нее зарплата была 15-20 тысяч. А все потому, что она лентяйничала. У остальных менеджеров было по 25, ну это живя в Нурлате, в регионе, да. А она получается вот так вот, айфон 11 в кредит. Я думаю, вот ты на что не надо деньги нашла, молодец. А когда я тебе говорю, прозвони, пожалуйста, там новые заказы пришли, потому что там другой менеджер сегодня занят, например, в дороге где-то. Она говорит, ну у меня же сегодня законный выходной, зачем я буду прозванивать? Я говорю, ну у тебя есть возможность заработать свои кредиты, долги раскидать, а ты так себя ведешь. Ну, в итоге попрощались. Так, находим на самом деле на то, что нам нужно. Но эти покупки не меняют нашу жизнь. Вот потребительские всякие кредиты, которые люди берут, на какой-нибудь новый телевизор огромный, плазменный, да. На вашей жизни это никак не сказывается по улучшению. Вы там ютубчики хихоньки, хахоньки, просто на экране побольше будете смотреть и все. Но эти деньги, которые, допустим, 40-45 тысяч вы потратили на телевизор, можно было пойти на обучающую программу и еще немного денег как раз-таки взять на закуп товара. И уже вы бы заработали на 10-15 таких телевизоров за полгода минимум. Вот. Также есть рассрочка без процентов, как я уже сказал. Делим на 3, на 6 и на 10 месяцев. Кому как удобно. И первый платеж через месяц всего лишь. Также вот пример продаж двух учеников с личного наставничества, которые в прошлый раз заходили за 300 тысяч рублей, получается. Вот тогда он, значит, стоил. Значит, какой результат? Это пример у нас Михаила. Да, получается. Так, да, Михаил. 660 тысяч в заказах и 286 тысяч в выкупах. Это тогда было на 4 июля. Сейчас уже, по-моему, по-моему, другие результаты. Так. Или это результат Рустема. Сейчас вот точнее скажу у меня, потому что обновленные скрины в кабинете. Так, Рустем. Егошние результаты. Давайте посмотрим. За месяц. Да, получается. Если с личного кабинета смотреть, ну вот с этого кабинета. Здесь получается 973 тысячи уже в заказах, как мы начали работать с 18 мая. То есть получается 18 июня, 18 июля, вот за два месяца в заказах. А в выкупах, вот получается, 773 тысячи рублей в выкупах. Понимаете? 773 тысячи. И еще товарного остатка примерно на такую же сумму. Но сейчас зато есть в голове готовый слаженный алгоритм действий, благодаря которому, допустим, Рустем может завозить следующий товар, следующий товар, следующий товар, следующий товар. И все, ставить его на рельсы. Так. Ренат. И еще страх. Нет доверия к обучению. Ведь, по сути, зачем эти курсы вам проводить, если вы можете сами крутить товар и зарабатывать деньги? Ренат. Классный, классный как раз-таки страх. Прям вообще мне очень нравится. Почему эти обучения проводить? Вот даже сегодня я поехал экскурсию на склад проводить. Приехали, значит, ребята. И приехали быстренько там просто посмотреть, какие-то моменты себе зафиксировать. И как понеслось, я им начал рассказывать, как здесь все устроено, по полочкам все раскладывать. Короче, прошло где-то, наверное, два с половиной часа. И мне жена говорит, хорошо, что ты обучение проводишь, потому что раньше это все, говорит, я слушала, как эти схемы устроены. Но мне, говорит, это было неинтересно. Вот. Это во-первых. Во-вторых, да, можно все в себя, только в себя, в себя. Но, понимаете, у человека есть, как сказать, у человека есть... Как сказать правильно-то? То есть уровень, когда достаточно. То есть, допустим, два завтрака не съесть. Что это значит? Вот у вас есть любимое блюдо, да? Какой-нибудь торт вкусный. Вы вот начнете зарабатывать 10 раз больше. Вы что, 10 себе тортов таких купите? Нет. Как бы у меня уровень нормы сейчас вот достаточно дошел. Чисто с файлберриса, с трех магазинов, как я уже сказал, где-то 1,7-2 миллиона чистыми заказов в месяц. Из них вот 40% вытаскивается на себя. Этого хватает на путешествия, на поездки, на там все вот желания, которые есть, да? И, соответственно, остальное дальше в этот, в маховик вкладывается, чтобы все дальше росло, но не спеша. Потому что я вот понимаю, что вот сейчас мне 33 года. Если я все свои цели закрою, да, ближайший год, то дальше мне что делать. И в-третьих, я на самом деле учитель рисования. Я закончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический институт. Вот, и преподавал детям потом в художественных школах рисование. И прекрасно получалось, и мне это очень нравилось. Но потом я понял, что рисование не будет меня кормить всю жизнь, да, так, как я хотел бы. Вот, потому что сначала первый ребенок появился, потом нужно было квартиру побольше взять и так далее. Потом начал разбираться в теме бизнеса, в теме товарки. Вот, сначала там одностраничных сайтах товары продавал, потом это начало все опять-таки расти. Вот, я понял, что это тема рабочая. Но рисовать я перестал. А вот это вот внутреннее желание преподавать, видимо, оно так и осталось. Потому что вот я, когда вижу результаты ребят, я вообще получаю полное удовольствие. И также, соответственно, да, можно все в себя, в себя, в себя, там, я не знаю, больше, больше, больше денег. Но помните, самое главное, мы сюда пришли ни с чем, мы отсюда и уйдем ни с чем. Понимаете? Без трусов, без штанов пришли, ни рубля с собой с этой земли, как говорится, не унесем. И благодаря обучениям, благодаря тому, что я уже шестой поток провожу, и когда вот мне ребята свои кейсы присылают, да, что вот, Рашид, спасибо тебе за обучение, у меня было так, стало вот так, я понимаю, что не зря топчешь эту землю. То, что благодаря тебе люди улучшают уровень своей жизни, они могут теперь себе позволить еще больше дополнительные какие-то поездки, дополнительные хотелки закрывать, понимаете, друзья? Вот, да, можно все в себе, в себе, в себе, но ни рубля еще никто с собой не забрал, понимаете? И я это прекрасно тоже понимаю. И вот для этого как раз таки и стараюсь, чтобы больше людей грамотно, с головой научились продавать на маркетплейсе, потому что на данный момент времени, 2024 год, это прекрасный инструмент для увеличения капитала, для создания дополнительного источника дохода. Вот. И нужно это использовать. Если вы понимаете, что да, это всякие курсы, они созданы для того, чтобы там деньги просто с вас взять, да, и ничего не дать, то не заходите, пожалуйста. Мне вот такой настрой не нужен. Мне нужны ребята, которые наконец-таки хотят разобраться в теме Вайлдберриса с минимальным количеством ошибок и максимально быстро пройти этот путь, потому что я даю контакты проверенных посредников, с которыми мы работаем уже четвертый-пятый год, потому что много разных мошенников кидал, но наши ребята аккуратно все упаковывают, отправляют. У нас процент брака вообще минимальный. Если даже случается, нам делают возмещение. Контакты дизайнера, контакты SEO-оптимизатора, контакты фулфилмента, который за вас этот товар встретят в Москве, упакуют, отправят. Если вы живете где-то в Магадане или в Новосибирске, если, допустим, физически не хотите на это свои силы тратить, не привязывать себя к какому-то месту, находиться постоянно дома, чтобы товар упаковать, да, а, например, уехали там к бабушке в деревню, вы оттуда интернет-ноутбук взяли с собой, получается, да, вот такие-таки, все хорошо, вот это давай оставляем, упакуем и отгрузим вот на эти склады. Все прекрасно, товар отгрузили. И дальше идти к другим ребятам, к другим родным в гости. Вот в этом как раз-таки плюс, то, что много уже ребят проверенных, которые здесь на обучении тоже будут. Это кроме таблиц, это кроме дополнительных видеоуроков и материалов. Вот. Больше как инвестор даже можете научиться стать. Вам остается только потом анализировать, пополнять модельный ряд, привлекать инвестиции и расширять товарную линейку на Wildberries, ну и смотреть за рекламным кабинетом. А как смотреть, как чистить кластеры как раз-таки, как их кристаллизовывать, как все настроить таким образом, чтобы вы посвящали этому, вот как мой дядя-строитель, примерно где-то 20 минут в день после работы, чтобы кластеры чисто, да, посмотреть. И там один час в неделю, чтобы с Рашидом увидеться. Ну, не один, по 2-3 часа мы с ним сидим. Если новинки ищем, если еще какие-то моменты обсуждаем, вот. Сколько, как я уже показал, за два месяца на миллион двести в заказах, на 900 тысяч в выкупах? Строитель, дядя, 59 лет. У нас в следующий год будет юбилей. Если не видели, вот как раз на YouTube можете перейти, написать Рашид Гарифуллин и посмотреть дополнительные как раз разные видео. Что еще? Вот пример продаж, да, это вот Рустема были. Кому-то страшно. Вот, вам страшно потерять деньги на Вайлберрисе, да? Кто-то вот переживает, страшно, страшно. Но, друзья, вам не страшно остаться без денег в будущем, оставить семью без денег. Ну, то есть рассчитывать только на один источник своего дохода. А представьте, что этого источника не станет. Что-то случилось, не дай бог, в чрезвычайном происшествии, да? И вы стали на какое-то время, ну, недееспособным. Не дай бог, конечно, ласок ласан. Но в этом случае что делать? А у вас нет дополнительного источника дохода. Потому что у вас просто работа, а там какие-то больничные выплачиваются, копеечные, да? А семье что делать в это время? Не думали? Это вот не страшно попасть в такую ситуацию. Вас не подрывает как бы идти и делать дела, когда вы видите, что кто-то зарабатывает за неделю вашу месячную зарплату. За неделю. Например, у меня такой случай был, когда я начал бизнесом заниматься, я пошел в одну обучающую программу. В 2012 году взял там стипендию, которая мне вот пришла президентская за хорошую учебу в педагогическом университете и пошел на обучающую программу. Это вот я мог их потратить на всякие кафешки, рестораны, но я решил, что нет, Рашид, надо взять себя в руки и хотя бы пойти учиться. Я вот в слове бизнес даже букву «Б» не знал. Понимаете, я же учитель рисования просто. И, соответственно, там я встретил ребят, учеников тоже в этой программе, которые за неделю сделали 140 тысяч за неделю. Я такой, офигеть, думаю, как это у вас получается, ребята? И они мне рассказали свою схему. То, что вот мы клинингом занимаемся, мы взяли объекты на работу, привлекли людей, сотрудников, они там за такую-то сумму это сделали, столько-то мы взяли с клиентов, сами почти как бы ничего не сделали, просто по объектам покатались. И вот 140 чисто, я такой, офигеть, а что так можно было? Вот у меня никого из родных и друзей не было никогда, кто вот 140 тысяч даже в месяц зарабатывал тогда, в 2012 году, а человек за неделю заработал. И у меня бомбить начало. Раз этот человек сделал так, я что, хуже, что ли? У него что, голубая кровь? Вот из-за этого как раз-таки я и понял, что надо в этой теме разбираться. И на самом деле вас не пугает, что цены растут в магазинах, не заметили? А доход у вас не сильно быстро за ним успевает. Вот это вам не страшно? Так, Ренат Гельмираев. Потребность признания общества. Я бы даже не сказал, что потребность признания общества. Я же говорю, пришли ни с чем, уйдем ни с чем. Если какие-то упоминания о вас останутся, хорошо. Я для этого YouTube-канал веду, мне для этого и признания как бы достаточно. Если там дети спустя лет 30, например, или 50, если меня не станет, не дай бог, конечно. Но YouTube могли написать, Рашид Гарифоль. И найти своего папу. И какие-то, может, умные мысли он там рассказывал. Вот это вот признание. Мне вот этого достаточно будет. А то, что благодаря обучающим программам меняется жизнь людей в лучшую сторону, вот это вот как раз интереснее, прикольнее. Я же говорю, божай из Самары, который говорит, что жалко, что я этим раньше не занялся. Вот что, говорит, жалко. Потому что давно уже тоже следил со стороны. Потому что это я его взял и отправил тоже в эту обучающую программу. Когда я ее сам прошел, я говорю, у меня вообще мозг скрипит. Извелины в голове. Все, говорю, поменялось. И, соответственно, тебе тоже рекомендую ее пройти. Вот после этого и у него изменения в жизни пошли в лучшую сторону. Так, Рашид, смотрю, вас в Инсте как бы все нравится. А еще хочу сказать, у нас в Самаре есть еще сообщество Терра. Почитайте, пожалуйста. Думаю, Терра есть и в Казани, тоже есть. Попробуйте, возможно, вы пересмотритесь взгляды и цели на жизнь с уважением к вам и вашему делу. Не совсем понял. Пересмотрите свои взгляды и цели на жизнь. А что в моих целях и взглядах на жизнь вас не устраивает, Никита? Скажите, пожалуйста, что смущает вас? То, что я неправильно как-то живу, азат. Золотые слова, Рашид. Вот. Так что вот эти вот страхи должны вас больше пугать, а не то, что там закупил не тот товар. Я же говорю, самое худшее, что может произойти, это просто разморозьте свои денежки, которые вложили в товар. Но зато вы пройдете путь и поймете, как это все функционирует. И дальше будете еще лучше все это делать. Такие дела, друзья. Так, дальше. Вот, например, как я уже сказал, дядя 58 лет. Нет, не 58. Он с 75 года рождения. Значит, ему на следующий год будет уже 60 лет. Потому что 2025 год будет. Всю жизнь работал на стройке. Результат. Вот я сегодня скрин сделал. Мы, получается, в мае тоже стартанули. И с 17 мая по 17 июля, с 17 мая по 17 июля, за два месяца миллион триста получили в заказах. А 950 тысяч получили уже в выкупах. За два месяца. Два месяца. А вот я парово выше говорила, да? То, что Рашид, два месяца товар лежит без дела. Это нормально ли? Ненормально. Вот, можно было вот так вот сделать. Если бы вы пришли на либо пятый поток, либо четвертый, либо сейчас вот шестой в понедельник стартует. Никита, все устраивает и все правильно делаете. Просто намек. А если дядя 1975 года? Ой, 1965 года. Потому что у меня папа 67 года, его брат. А моя мама 1970 года. Вот, все года. Просто немного спутал. А их старший брат 1963, нет, 1962 года. Потому что если бы папа был жив, ему бы было сколько уже, получается, 67 года? Ну, было бы, короче, до 60. Отлично. Я попозже пойду на обучение. Потратил деньги уже на сервис аналитики. Султан Русланов. Скажите, пожалуйста, сколько денег вы потратили на сервис аналитики? Ахмадуллин Артур. Рашид, добрый вечер. Не совсем понял проориентабельность 70%. Это проориентабельность одного конкретного товара или в целом бизнеса? Одного конкретного товара. Сколько длится обучение? Султан спрашивает. Обучение длится, получается, 8 недель для тарифа базовой. 8 недель – это 2 месяца почти. А для тарифа максимально с куратором, получается, плюс дополнительный вебинар, дополнительная неделя. 65 800 на сел-монитор. Султан, вы зачем так сделали? Скажите, пожалуйста. Султан, вот на вашем месте, если бы была возможность, да, я бы, наверное, эти денежки попросил вернуть и пришел на обучающую программу на базовый тариф за 49, да? Ой, 54 сейчас он стоит. И у вас сервис МПСТАТ, который лучше, чем сел-монитор, да, был бы вам в подарок. И плюс обучающая программа. Султан, зачем вы так сделали? Сел-монитор за 65 тысяч. Обалдеть. А на закуп товара-то у вас денег-то осталось? Сейчас я удивляюсь, конечно, вот то, что вот ученики тратят деньги на такие сервисы аналитики по 66 тысяч почти. Когда можно было прийти на базовый, получить сервис МПСТАТ за 30 тысяч в подарок, плюс обучение, плюс практику по Китаю, плюс весь алгоритм действий, все разжевано по полкам и уже качать продажи. Плюс еще и сдача бы осталась с этих денег. Ладно, друзья, едем дальше. Получается. Кто-то говорит, нет времени. Потом, потом, потом. Всегда находится время на то, что для вас важно. Вопрос просто приоритетов. Например, время видосики смотреть на Ютубе находите? Шорцы, Инстаграм, веселые и смешные про котиков. МПСТАТ на месяц же? На МПСТАТ на месяц, да. А у вас на сколько? Еще обратная связь от Рашида на любом тарифе. Да, в рабочем чате получается. А у вас СЭЛ-монитор на сколько? На год, что ли? Примите. А, понял, на год. Ну тогда еще ладно, на год. СЭЛ-монитор. А у нас есть возможность, да? МПСТАТ взять на год за 42 тысячи рублей получается. Максимальный тариф белый. Со всеми как раз таки модулями. Для учеников только. В виде исключения есть такая возможность. МПСТАТ стоп, Николай пишет. Да, МПСТАТ как раз таки является рентгеном для всех магазинов на Вайлдберсе. Я боюсь, что не успею подобрать ненадлежащий товар. Это останавливает. Фарид пишет. Ну мы, вы можете выбрать товары. Сегодня присоединиться. Отправить мне на просмотр. Я дам рекомендации. Благодаря этим рекомендациям вы ускоритесь в поиске товаров. МПСТАТ с ограничением по поиску там 3 месяца. Нет, Султан, там и 12 месяцев показывает. Там и 4,5 года показывает. Там все показывает у нас. Откуда такое заблуждение, что на 3 месяца? Я же говорю, как раз таки тариф за 30 тысяч, который вам в подарок идет. И он все показывает. Помните, прямо, помните, говорю, можете принять решение прямо сейчас, что для вас важно. Рост дохода, создание бизнеса или его улучшение. Свое дело. Я думаю, 1-2 часа в день можно найти. У кого-то времени не хватает. Николай, нет, там год. Да, вот Николай тоже подсказывает, что ограничение год. За 12 месяцев можно все посмотреть. Не сейчас. Как долго будете откладывать свой результат? Вот сейчас есть прекрасное время, да, перед осенью и перед Новым годом. Понять, как это работает, пройти весь путь. Там на каком-нибудь одном, двух товаров. И дальше, благодаря осеннему сезону продаж, когда продается все, что не прибито, и новогоднему сезону продаж, у вас весь товар разлетится. У нас ученики на четвертом потоке удивлялись очень, что за 2 недели весь товар в количестве 150 единиц просто за 2 недели рассасывался. И они даже ценники поднимать не успевали, как остались без товара. И срочно нужно было заказывать следующую партию. Так что, как долго будете решать вопросы и проблемы уже знакомыми тебе способами, не меняя ничего или менять незначительно? Такие вот дела. Вот, например, пример Романа. Сейчас он является уже фулфилментом, не только учеником. А тогда, когда мы только начинали, у него в заказах было за 3 месяца 485 тысяч, а потом, спустя 3 месяца, 7 раз показатели улучшил. До 3 миллионов 167 тысяч рублей. Сейчас вот тоже является одним из кураторов на шестом потоке, на тарифе максимально с куратором и также является нашим фулфилментом в Москве. Проверенный парень, который ваш товар встретит, упакует и отправит по нужным складам. Все, вам остается только спокойно где-нибудь у себя на даче открыть интернет, ноутбук и смотреть, что происходит в кабинете. Параллельно настраиваю рекламу. У меня вот дядя тоже как раз его силами, услугами пользуется. Почему? Потому что он с утра до вечера на работе на стройке своей 6 дней в неделю работает. Понимаете? На стройке. Воскресенье только выходной, и то он на даче там баню свою доделывает. А Роман за него товар встречает, упаковывает и отправляет со своими менеджерами, которым он тоже кабинет свой доверил. Так, и почему выгодно купить сегодня? Это лучшая стоимость на 5000 рублей от стоимости курса. Через 48 часов, это через 2 дня получается, цена будет уже не 54 990, как на сайте, а уже, по-моему, 59 900, это тариф базовый. Ну и бонус проверка товаров лично мною. Открывается сразу сегодня модуль 0 и 1. Это про сертификаты для изучения, чтобы вы без дела не сидели, к примеру, сегодня вечером, да, а сразу уже погрузились. Давайте я вам покажу, как, кстати, выглядит шестой поток. Как начнет выглядеть. Сейчас перехожу, показ экрана, запустить показ экрана, во весь экран, вот, зайдем сюда. И вот примерно, ой, я, оказывается, с обучения здесь вылетел. Зайти сюда, войти. Сейчас мне смс-очка придет с кодом подтверждения. И покажу, как выглядит внутри прям наш гет-курс. То есть, из телефона можете сидеть, изучать, но лучше, конечно, с компьютера, потому что... Потому что так удобнее. Ну так вот, запуск бизнеса на Wildberries, шестой поток. Вот, значит, модуль нулевой, часть первая. Уроки по подбору товаров из Китая, 8 уроков. Дальше 8 уроков, мастер-классы и практикум по подбору товаров. Здесь больше примерно 30 часов материала. То есть, вот, про сон забывайте, начинаете не спеша изучать материал, ставите на скорость полтора, и все у вас будет прекрасно. В голове пазл начнет складываться. Дальше модуль 0, это уроки про сертификацию. Здесь подготовка к работе на Wildberries, это что нам нужно. Рекомендации, там, какие принтеры, какие-то ароматикетки, где их закупить, прям все четко. Дальше выбор товара с помощью сервиса MoneyPlace и подбор товара с помощью продвижения MPStats. Вот, много дополнительных материалов, которые уже сегодня у вас открываются. Соответственно, без дела вы не сидите. Сегодня, завтра уже все изучаете. А у кого подробнее узнать про MPStats на год? Дмитрий, у вас он будет в подарок. Вы же присоединились к нам. А уже дальше внутри чата рабочего я все детально всем буду рассказывать, своим ученикам. Это, как говорится, не на всю общую публику информация. Вот, модули у вас открываются. И, соответственно, вот тарифы и стоимость на сегодняшний и на завтрашний день. Так что не рекомендую растягивать удовольствие, а присоединяться. Вот, такие вот дела. Если есть вопросы, спрашивайте. А сейчас мы перейдем плавно к разбору карточки у АЗАТа, потом к дорожной карте. Ну, возможно, еще карточку поразбираем. Еще раз повторюсь, можно взять вариант в рассрочку тариф базовый. Это 5490 рублей в месяц. Так, выходные данные. 6 месяцев ТАЗАТ отгрузился ввиду личных обстоятельств. Ничего не делал. 2 недели назад взялся. Сделал выкуп и отзывы немного добрал. Кручу рекламу. Сетя 3-4%. Конверсия в корзину 11%. Уходит примерно на 1 тысяча день на рекламу. Ключи растут, но заказов 0-1 день. Что я делаю не так? Артикул такой. Все хорошо. Сейчас вот и поразбираем. Так, это я оставлю. Значит, скопирую артикул. И перейду на карточку. Так, сюда. И сейчас вот показ экрана включу. Так, зайти сюда. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Показ экрана. Запустить показ экрана. Весь экран зайти сюда. Поделиться. Так, друзья. Плюсчики напишите, пожалуйста. Видно ли мой экран? Все ли хорошо видно? Чтобы я знал, что как раз таки все хорошо. Здесь вот 34 человека в онлайне, я смотрю. Все давайте пальчики поразомнем. И напишите, видно ли у всех мой экран? Все ли хорошо? И дальше уже приступим к разбору. Посмотрим, что здесь интересного. И что бы делал я? Всего 4 плюсика. А остальные 31 человек где? Фарида, я смотрю, появилась. Сергей на связи с нами, да? Все, плюсики пошли. Ольга. Уже 7 человек. 8. О, Эльвира. Олег. Прекрасно, прекрасно. А остальные, друзья? 25 человек. Все прекрасно. Давайте теперь поразбираем. Что у нас здесь интересного? 3D ночник. Ночник, светильник 3D. Детские сердца с пультом любимому. Интересное, конечно, название. Но название нужно будет переделать, потому что все оптимизации по названию здесь не очень подходящие. Потому что такой запрос, это не высокочастотный запрос. Так, видеообзоры есть, это хорошо. Далее. Инфографика, сама карточка есть. Здесь, в принципе, все объясняется. По инфографике. Волшебный 3D ночник. Но я бы посмотрел, как сделано у конкурентов. Так, едем дальше. Давайте сквозную аналитику посмотрим. Полная статистика. Так, и посмотрим статистику. Так, за 12 месяцев. Вот как раз-таки Султан переживал, что показывается за 3 месяца. Нет, у нас на тарифе показывается за 12 месяцев. Что делал как раз-таки Азад с первых дней. Давайте посмотрим видимость ключей. Цена. Цена с СПП. И что же мы здесь видим? Что делал Азад? Значит, он сначала отгрузил 86 единиц товара. Давайте посмотрим, куда он отгрузил. Он отгрузил в Тулу 49 и в Казань 18 штук. Так. 18 Казань. Продажи по складам и размерам. 2 склада. Куда он отгрузил? Понял. Хорошо. Так. Давайте-ка я выборку сделаю. Меня вот интересует именно как раз-таки. Отгрузился он в феврале. Так. С первого, допустим, по март применить. Ну да, в принципе, как раз-таки Тула 52 штуки, Казань 34 штуки были. Всего использовал 2 склада. К сожалению, на 86 штук. Сначала бы я отгрузил центральный склад, только не Тула, плюс еще один склад дополнительный, третий бы добавил. Хорошо. Дальше. Дальше получается никаких действий предпринято не было. Просто товар лежал. По цене 1247 рублей. Потом, конечно, назад цену поднимал. Но никаких движений опять-таки не происходило. А что по ключевым запросам? Видите, здесь сначала было 23-29 ключевых запросов. Но из-за того, что никаких действий предпринято не было, ключевые запросы тоже не цеплялись. Нужно первым делом, пока карточка Нью. Нью – это статус, который Вайлбер издает каждой новой карточке, чтобы понять, что это вообще за покемон. В течение 3-4 недель нам нужно проявить себя с самой лучшей стороны. Давайте я вам пример покажу. Зайдем в ночники. И в ночниках сейчас покажу вам примеры карточек, которые буквально недавно отгрузились. Давайте посмотрим. Ну, хотя бы вот что у нас. Июль, середина. Давайте посмотрим с 1 мая. Ну, то есть намного позже отгрузились, чем назад. И какой? Значит, какой? Цикл действий они делали для того, чтобы у них пошли продажи. Так, давайте зайдем в карточку, у которых здесь очень мало отзывов. Меньше или равно. Получается, чтобы у нас отсеялись карточки, у которых есть фора. Ну, что такое фора? Фора – это когда у вас уже есть какая-то раскачанная карточка, и вы в нее добавляете новый цвет, например, или новую модель. Вот, я такие исключаю. Мне нужны уникумы. И индивидуальные карточки, которые вот буквально недавно стартанули и уже сделали результат. Можно даже поискать похожую модель. Ну, типа 3D ночника. Там с рисунком, который делает, да? Пока здесь эти... А, ну вот, похоже, да? Второй дизайн впадал тоже с пультом управления. Что-то такое. Давайте ее посмотрим, как у нее дела обстояли. Подарок любимой бабушке. Луна. Подарок любимой бабушке ночник. Прикольно, интересно. Видимость какая была. Цена. Остаток здесь вот показан. И вот, смотрите, буквально за 30 дней человек отгрузил 79 штук. Куда человек отгрузил? Давайте посмотрим свое количество товаров. 74 штуки на данный момент отгружено в Новосибирск. 70 штук в Екатеринбург. В Каледе на 44 штуки. В Краснодар 25 штук. В Казань 19 штук. То есть, видим, не два склада, не Тула и Казань, а уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять складов. И это уже говорит о том, что человек понимает, что нужно максимально быстро довозить свой товар до покупателей. Далее, человек, скорее всего, включил внутреннюю рекламу. Это вот можно посмотреть тоже на сервисы аналитики. Так, вот смотрите, она запустила свои продажи 24 июня, даже меньше, чем месяц назад. Она получается в органические. Па-па-па-па. Где вот ночник у нас? Она по бабушкам крутится только нормально. Молодец. Меня интересует именно ночник. Мне интересно ее, конечно, узнать конверсию. Подарок для бабушек. Не, вообще она жарит, конечно. Вот, ночник с надписью. Значит, здесь она была на девятой странице. Потом она включила авторекламу и попала уже на вторую страницу. На следующий день она включила поиск плюс каталог к рекламе и попала уже на первую страницу, на 63 место. По запросу он ночник с надписью. Дальше она крутила рекламу, потихоньку увеличивала бюджет. Даже попадала на 46 место. То есть органические заказы у нее начали все больше, больше, больше прибавляться. Дальше она авторекламу только оставила поиск плюс каталог убавила. И сейчас уже находится со своей выручкой вот на 16, на 23 месте. Вот, она позже азатта запустила свою продажу в ночники. И уже, если вы, например, напишите, да, ночник с надписью, вот, копируем, ой, я вот возьму ночник с надписью. Я вот на Вейлберсе ни разу ее не искал карточку. Я вот давайте найду ночник с надписью. И сейчас в поиск задам. И сейчас мы увидим, что как раз-таки вот ночник с надписью у нее на достаточно высоких позициях. Это вот другие ночники, которые делают 270-290 тысяч в месяц. Давайте еще раз вспомним, как выглядит ее карточка. У нее в виде, получается, корзинки с цветочками и сердечком. И бабуля написана. Так, смотрим. Пусть мечты сбываются. А вот ее карточка как раз-таки. С выручкой 65 тысяч рублей. Приходь-ка А. Здесь вот написано, что выручка 88 тысяч. Видите? То есть люди попадают на ее карточку достаточно быстро и делают уже органические заказы. И если перейти опять-таки на ее карточку и посмотреть на обратную связь. На обратную связь. Здесь у нее уже 11 оценок. Так, зайдем сюда. И посмотрим. Видите, вот свежие отзывы. 15 июля, 13 июля, 11 июля. Все супер. Вот первый, наверное, был самовыкуп. А уже пошла более-менее органика. То есть нужно изначально предпринимать правильные действия. Нужно сразу грамотно работать с рекламой. Вы начали работать с рекламой буквально недавно. Сейчас вот посмотрим, какие действия предпринимали. То есть вот у нас остатков много. Рекламу включили. Когда? Так, сейчас прогрузится у нас. Так, вот. Вот реклама недавно только запустилась. 27 июня тоже. 3D ночник. Автореклама. Ставка 200 рублей. То есть получается с 19 страницы, до которой никогда никто не доходит по этому запросу, вы решили попасть на 5 место. На 5 страницу. Туда тоже особо никто не доходит. Потом решили, значит, прибавить ставку и попасть на 2 страницу за 394 рубля. Потом все-таки, прибавляя ставку, да, и включая дополнительный реклам по ОС плюс каталог и так далее, вижу, что ставку еще больше, уже на 33 место, 26 место, 8 и даже 4 место. Это вот сколько здесь ставка стоит у нас? 514 рублей. Запрос 3D ночник. Четвертое и второе место. Так, если вы добавите в свой рекламный кабинет, будет, конечно, еще информативнее, потому что я бы подключил там сервис аналитики МКипер и посмотрел бы CTR по фразам. То есть я бы отключил те фразы, которые с низкой конверсией, потому что есть фразы, благодаря которым у нас показы есть, но переходов нет, значит, у людей диссонанс. И мне нужно выявить эти ключевые запросы, у которых у людей диссонанс. Ну, то есть, например, если 500 человек написали в интернете на вайвере 3D ночник, да, им попалась ваша карточка, из 500 человек, я не знаю, там человек 10 только нажало на вашу карточку, значит, что-то здесь не так. Значит, либо нужно убирать эту фразу и его оставлять только с высокой конверсией, либо переделать главную карточку, посмотреть, как сделано у конкурентов, у которых аналогичный товар продается лучше. И сделал примерно в аналогичном стиле. Вот. Никитин. 513 рублей при цене 1250. Так. Я вас слушаю и подбираю товар, Сергей пишет. Ну, вообще, красавчик, Сергей. Это, кстати, два брата, которые зашли на шестой поток. Так что не отставайте от братьев. Давайте к нам присутись. 3D ночник – такая себе штука. Ну, в принципе, да, это высококонкурентный товар. Ну, на Новый год, конечно, и 3D ночники тоже разлетятся. Там, я же говорю, все, что не прибито, продается. Но я бы не начинал продажи с 3D ночника, именно вот с такой моделью. Я бы посмотрел продукты с более высокой рентабельностью и с более меньшей конкуренцией, но с более таким интересным, большим спросом. Так, Султан, а если Озон, то внутренней аналитики нет, только ВБ? Там есть тоже внутренняя аналитика. Почему МПСтат? Есть же дешевле. Потому что МПСтат является топовым сервисом аналитики, и все остальные просто там стараются им подражать. И Озон, и ВБ, и Яндекс есть. Ну, да, на МПСтат как раз-таки все есть. Так, если отзывы написать, попросить родственников, штрафы будут. И что такое самовыкупы? Самовыкупы – это вы вот через родственников выкупили свой товар и попросили оставить отзывы. Ну, просто самовыкупы тоже нужно делать грамотно. Не просто отправить им ссылку и закажи, пожалуйста, мой товар, потому что за это может улететь штраф, или, например, тупо отзыв не опубликуется. Вот, чтобы такого не было, нужно делать правильно. А как правильно? Я буду детально рассказывать, прям алгоритм давать на обучающей программе. На модуле 4, по-моему. После того, как мы уже поставки начнем с вами делать, ваших товаров. Так, МПСтат, сфотка по предмету. Едем дальше, значит. Посмотрели. Вот. Также меня интересует та карточка, которая тоже буквально недавно запускалась. Вот даже, например, вот эта. И давайте посмотрим, есть ли у нее еще какие-то цвета. Нет, видим, что она, видите, уникальная. Цвет ночник. То есть, вот один ночник, который недавно только запустился, с остатками 330 штук. Даже смена фотографий была. Вот, то есть, смотри видео, человек призыв к действию добавил этот блок. А до этого его не было. И правильно сделал, что добавил, потому что это один из триггеров, которые нужно использовать на кем. Далее, давайте посмотрим, как он рекламу использовал. То есть, первый не запустил ли или не запустил. Значит, товар у него отгрузился тоже в какого? 19-го, 20-го июня. Куда он отгрузился? Давайте посмотрим. Краснодар, Каледин, Электросталь, Казань, Тула. Ну, видите, правильно человек сделал. Включил рекламу, сразу попал с нулевой карточкой на третью страницу, потом на третьей оставался. А, нормально, потом что, рекламу что ли отключил? Так, автореклама 600 рублей. А нет, он просто отключил фразы. Да, красавчик, во-во-во, наконец, блин. Хоть умный человек попался, который отключил фразы с низкой конверсии. Например, подарок для мужчины, новогодние украшения. Потому что вот эти фразы, это слишком общий. Человек, который пишет подарок для мужчины в интернете, да, и попадает вот на такой ночник. Не факт, что закажет. И правильно сделали, что на начальной стадии, на стадии зародыша, их прям придушили. Видите, ночник детский для сна. Сразу человек поставил хорошую ставку, 4700 рублей, попал на первую страницу. И в итоге вот 32 место, 31, сейчас вообще на 14 месте даже был, да, 19, 15. Вот, и в некоторых категориях, ночник на батарейках, человек вообще, получается, рекламу отключил, да, вот здесь реклама крутилась, и уже по органике начал двигаться на первые места. Вот, и чем больше видят наш товар покупатели, тем выше вероятность, что будут заказывать. А по поводу как раз-таки вот этой карточки, вот этот 3D-ночник, да, тема интересная, но надо понять, покупают ли у конкурентов такие 3D-ночники. Работают от USB или батареек. Ну, то есть, актуальный он или нет? Вот что самое важное. Вы, конечно, можете выручку еще больше сделать, себя в позициях еще выше поднять. Хотя в акциях, конечно, я вижу, что участвуете, но в позициях, а, видимо, это автоакции даже какие-то были. Но в позициях, смотрите, видите, вы же здесь даже на органике уже на 32-е, на 20-е место, даже вот с такой небольшой выручкой поднимаетесь. Вы не переживайте, вот, потихоньку удерживайте свои продажи, и ближе к Новому году, вот, и ваши светильники все равно разлетятся, потому что такие вещи прям как горячие пирожки разлетаются, а тем более у вас ценник такой низкий достаточно. Так что порекомендую завозить другой товар, пока новый год не наступил. Чтобы этот пока лежит, хранение там, наверное, небольшое, копеечное, пусть капает. Я бы, наоборот, даже ценник пока поднял. Вот. И потом бы распродал. Так как, да, деньги уже вложены, но в любом случае вы чуть позже их разморозите. Так, что еще интересного? Что еще интересного? В целом, давайте, вот еще в ночниках, меня интересует такой момент, как трендовость. То есть, бывает, люди завозят товар не в трендовое время. Давайте вот все скроем, откроем продажи, откроем тренды. И мы видим, что есть пики. 26 декабря у ночников, 25 декабря пик. Видите, 24 декабря выручка 275 миллионов за неделю. Когда вне сезон всего 42 миллиона. Вот летом, вот сейчас жара, лето. Видите, вот кому ночники нужны. Вот покупают лишь какие-то интересные определенные модели. Вот. А в это время, грубо говоря, когда вот до декабря дело дойдет, ваши ночники даже за 2, за 2,5 тысяч с удовольствием разлетятся. А сейчас не сезон для этих продуктов. Но в любом случае, вижу, что здесь новички запускаются, раскачивают свои продажи. Даже кто-то умудряется и ценник поднимать, так как у него остатки заканчиваются. Видите, вот, например, карточка, светильник, ночник, ракушка. Только недавно запустил ИП Ван Дакаров свой ночник. Давайте посмотрим. Ага, два цвета просто. Ночник, а ракушка привез. Отличается от всех остальных, потому что все остальные везут одинаковые товары, которые, у которых продают обычно те, кто находятся в топе. Вот. Потому что человек, который заходит за 3D-ночником, он покупает у тех, у кого уже прокачанный рейтинг, у кого уже большое количество отзывов, чем у новичков. Потому что один продукт похож на другой. А вот этот человек решил отличиться. Эти держатель для украшений и ночник. Два в одном. Светильник, начнем, ракушка. Соединил. И, соответственно, значит, видите, сначала за 1400 продавал, запустив рекламу. По одной, по две, по три шатковалка покупали. Но увидел, что у него остатков все меньше, меньше, меньше уже остается. И он ценник поднимает ИП Ван Дурков. Уже до 1800 дошел. Но один фиг, он сейчас без этих ракушек останется. Я бы рекомендовал ему поднять ценник до 4000 рублей. И эти ракушки у него все равно распродадутся. Видите, через вот со всей этой партии товара, какие ночники. Вот такие ракушки я сам, например, завез. Сейчас потихоньку раскачивал. И на Новый год можно даже штук 1000 единиц закинуть. И в любом случае я их распродам. Даже с хорошей рентабельностью. А как он рекламу запускал? Давайте-ка посмотрим. Сейчас он, вижу, даже вообще рекламу отключил. А, нифига себе. Он что, даже рекламу не запускал, что ли? А, нет. Вначале, видите, запустил, чтобы первые продажи получать. Ага, небольшое время крутил. Пошли продажи. Начался рост. Вот слово ночник слишком широкое, конечно. Но он по нему крутился. По ставке сколько? 700 рублей. Нифига себе. Короче, вот для первых самовыкупов, для первых продаж 4 дня крутил рекламу. Потом рекламу просто отключил. И у него на органике начали цепляться продажи. И ближе к концу, видите, ценник все выше, выше, выше. Но это ему не поможет. Скоро останется без товара. Я бы посчитал в Китае, сколько стоит такой товар, да? Ночник. Давайте посчитаем, если такая возможность есть. Сколько стоит в закупе? Вот такой 3D ночник. Вот вам еще одна идея для бизнеса. Если рентабельность меня будет устраивать, да? Меня бы с удовольствием, конечно, еще привез. У меня, конечно, большой список товаров, которые я и так хочу привезти. Ну, я бы туда эту новиночку закинул и продавал тысячи за 1890, за 2000 рублей. Так, ну нет, эта кнопочка у меня сейчас не работает. Нужно перезагрузить Google Chrome. Но Google Chrome перезагрузить не могу, потому что у меня идет трансляция. Ладно, я это чуть позже тогда сделаю. Себе на заметку этот ночничок оставлю. А что касается вот этого, сейчас он не совсем актуальный. Ближе к декабрю будет супер актуальный. Можете продолжать его продавать не спеша. Но параллельно рекомендую другую категорию товара завести азат. А так вы, конечно, молодец, уже в этой теме шарите. Так, сижу, смотрю и тоже анализирую. Марсель пишет. Прекрасно. Зайти с товаром, а там их 12 тысяч выходит у конкурент шансов 0, да? Я парово пишет. Ну, почему? Если у вас, например, какая-то уникальная модель, интересно, вот видите, в ночниках же даже вот этот вот набор для жемчужин залетел, даже отключив рекламу, все равно качает. Классно же, классно. Вот. И в каждой категории все равно есть такие. Даже в высококонкурентных категориях. Если какие-то вопросы возникают, друзья, спрашивайте. А сейчас я перейду быстренько и покажу дорожную карту. Не забывайте, кстати, присоединяться, пока слушаете. И начать изучать вот подготовительный материал на модуле 0 после окончания этого вебинара. Так, едем дальше. Едем дальше. Я хочу показать дорожную карту, которую вот составил. Показать экран. Показать экран. Так, друзья, вопрос такой. Значит, кто еще не зашел на шестой поток, скажите, пожалуйста, что вас тормозит до сих пор? Если эти страхи, как я уже сказал, они решаются селчком пальца. Все свои страхи оставляйте за дверью и начинаем уже тупо пахать. Потому что вот когда человек много времени тратит на обдумывание какой-то ерунды, мыслей всяких, много энергии на это уходит. Я бы эту энергию оставил как раз-таки на работу. Потому что когда мы работаем, что-то делаем, а не думаем, делаем, как нам говорят, тогда намного быстрее и проще достигать результата. По тем тропинкам, по которым уже не одна сотня учеников у нас прошла. Потому что, как я вот считал примерно, больше 400 учеников прошли обучающую программу на данный момент. Ладно, переходим и смотрим дорожную карту. Так, дорожная карта успешного бизнеса на Вайбр. С чего мы начинаем, друзья? Эта вот информация будет актуальна как новичкам, так и действующим селерам, в принципе. Что будем продавать? Сначала нужно определиться. Я бы вот этот блок отметил прям как самый важный. Давайте его прям покрашу каким-нибудь там вот таким вот зелененьким цветом, как самый важный. Или давайте там оранжевым цветом покрашу. Что будем продавать? Значит, нужно определиться, что мы будем продавать. Если будем продавать товары из Москвы, да, это хорошо. Там маржа, конечно, маленькая, но там скорость оборота большая. То есть, например, сегодня купили, завтра продали, денег через две недели пришло, закупили следующую партию товара и дальше продаем. То есть это по системе ФБО. То есть открутка, отгрузка товара со своего склада. Это вы не везете на склад Вайлдберриса свои остатки, а виртуально говорите Вайлдберрису, что у вас как будто есть там 500 единиц товара, ну или 100 единиц товара. И когда у вас делается заказ, вы едете на садовод или тяг Москва, закупаете товар у поставщика по цене, по которой договорились. И отгружаете на Вайлдберрис, все, товар доезжает до покупателя, он его выкупает, денежки через две недели приезжают к вам. Вот то же самое, что на ФБС, но уже спрос проверен. На ФБО отгрузка со склада ВБ. Также вот ФБС Marketplace. Ну вот ФБС как раз, да, это со склада, получается, продавца. ФБО это со склада Вайлдберриса. Но заходим на склад Вайлдберриса с товарами из Москвы, тогда, когда уже рентабельность проверили, спрос проверили. Это делаем для того, чтобы наш товар еще быстрее доезжал до покупателя. Вот. К ФБС можно отнести товары собственного производства, товары для дома и одежду. Дальше Китай. Высокая маржа, но скорость оборачиваемости низкая. Но в любом случае, в любом случае за сколько? За три месяца мы цикл провернем. То есть, закупив товар, к примеру, на 100 тысяч рублей из Китая, там две эскаюшки, на каждую по 50 тысяч потратили, мы сделаем такую же рентабельность, как и вот с такими товарами из Москвы. Но здесь надо много-много-много раз их прокручивать, чтобы достичь такой же рентабельности, как сделать здесь один оборот из Китая. Ну, также можно использовать страны Киргизии и СНГ. Короче, мы с товаром определились, товар выехал к нам в Россию. Или, например, к нам на склад, если мы на садоводе заказываем. И вот, когда товар идет, нам нужно сделать, значит, в процессе инфографику и все оптимизации карточки. Это у нас проходит на модуле 2 и на модуле 3, на шестом потоке. Соответственно, вот, это все подготовительный материал делаем. В процессе, когда товар уже пришел, мы даже вот так я его делал, вот так места им поменял. Шаг 1 – это создание карточки. Шаг 2 – это когда товар пришел, регистрируемся на ИП или как самозанятость. Но самозанятость не рекомендую, потому что много ограничений. А как ИП самый раз. И регистрация на Вайлберсе как поставщик. Все, карточку создали. Здесь, получается, уже идет отгрузка. Либо фулфилмент, получается, либо своими силами. И нужно анализировать, на какие склады будем отгружать. Вот. А лучше как бы из 150 товаров, которые мы заказали, грамотно отгрузить на необходимые нам склады. Дальше, получается, товар мы отгрузили, начинается процесс стимулирования. Ну вот, процесс стимулирования примерно такой. Но это лишь маленькая часть, как идет процесс стимулирования. Больше информации я же говорю на обучающей программе, детально расскажу. После того, как стимулировали, начинаются продажи. Вот пошли продажи, что мы делаем? Закупаем товар оперативно, понимаем цену. Вот. Что делаем, если товар не пошли продажи? Вот здесь вот избавляемся от неликвида, каким вот образом. И параллельно, что делаем? Не переживаем, что, значит, товар у нас не продается. А делаем все по выверенным алгоритмам. Далее, седьмой шаг. Когда у нас уже товар зацепился, продается, мы подливаем дров в топку. Здесь вот рекомендации, дальше что делать. Ну и как масштабировать вот эту всю самозанятость. Потому что вначале это у нас как самодеятельность получается, да? Мы сами все делаем. А потом нужно плавно переквалифицировать вот это направление, как в бизнес. А бизнес – это система. Система, когда уже все налажено и когда за нас это делают другие люди. Потому что на предпринимателе должны оставаться две функции. Это товарная линейка и инвестиции. Ну, если у вас менеджера нет, тогда еще и рекламный кабинет пусть на вас повисит. А создание поставок, отгрузки и так далее – это все дело. Значит, можно делегировать. А потом еще и функции делегируйте менеджеру. У вас останется только модельный ряд. Выбираете, что привозите, что нет. Даже это можно делегировать, кстати. Просто потом перепроверять, когда вам менеджер сделал список. И остается только привлечение инвестиций для того, чтобы этот маховик раскачивать больше. Потому что менеджер за вас инвестиции не привлечет. Ну, если только это не ваша жена. Потому что она начнет, как говорится, вас мотивировать добровольно, принудительно, когда начнет понимать, что эта тема рабочая и качает. Скажет, ты что, с дуба рухнул? У нас тут товары разлетаются, как горячие пирожки. Впереди сезон продаж. Впереди Новый год. А мы сидим тут по 20 штук товаров в день всего лишь продаем. Когда конкуренты по 150 штук товаров в день продают. Вот. И все. Начинается весь процесс раскачки. Так. Обучение в какие дни, в какое время проходит? Султан спрашивает. Обучение будет проходить каждый понедельник в 18.00 по Москве. Все будет идти в записи, если не успели посмотреть. В комфортной для себя скорости. Потом пересматривать им любое для вас время. Но я рекомендую быть в режиме онлайн для того, чтобы в процессе задавать актуальные вопросы. Вот. Или если есть вопросы, копятся, да, в течение дня, вы их записываете в заметки, вечером потом задаете. А для тарифа максимальность куратора там уже получается у нас еще по четвергам также 18.00 в формате Zoom созвона. Вот как вы меня видите, так же я вас буду видеть лично. И так будем общаться. Вот. И параллельно разбирать кабинеты. Зайти с товаром, а там их 12.000. А, я это уже читал. Друзья, так что не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Если хотите, сейчас еще можем карточку разобрать какую-нибудь. Может, здесь даже уже действующие поставщики есть, которые на ВБ продают не первый день. Ну вот, я парово. Давайте посмотрим вашу карточку. Мне очень интересно, два месяца, что у вас товар там делает. И какие рекомендации я бы вам дал. Так, Марсель, сижу, смотрю и тоже анализирую. Марсель, а вы уже на обучающей программе или просто самостоятельно на ВБ продаете и параллельно товар анализируете? Так, друзья, давайте пальчики разомнем. Напишите, пожалуйста, что-то полезное для себя сегодня вы услышали, нужное для вас. У нас что интересно? Дождик, оказывается, идет за окном. Столько дней, жары и было. А я все ждал. Когда же дождик, наконец? И вот капает в Казани. Николай, вот плюсик пишет. Да, что рой должен 70% быть. Я думал 20-30. Ренат Гельмияров. 20-30 это, пожалуйста, не к нам. Потому что это будет как раз-таки к садоводу ориентабельность такая. Да, особенно дорожная карта. Спасибо, Сергей. Так, Сергей, это лишь просто легкий такой вариант дорожной карты был. Потому что она у меня огромная. Будет уже на модуле втором, на шестом потоке. Лишь частично пробежался. А здесь вы распечатываете вот в формате А3. А3 это как два листочка на принтере распечатать. А4, да, вы его склеиваете, грубо говоря. Вот это у вас А3 будет. Так, продолжительность. Да, особенно дорожная карта. Продолжительность, я уже сказал, Султан. 8 недель для тарифа базовый и 9 недель для тарифа стандарт. Я паровый. Аринат, вы рой с маржой путаете, скорее всего. Возможно, да. Потому что маржа – это уже другой показатель. Я опираюсь на рентабельность только. На то, сколько денег я выложил и сколько чистым это дело мне принесет. Маржанализ может быть там даже 15-20%. На зоне 25% рентабельность, вроде вначале говорил. Это, да, это общая рентабельность, потому что мы там и новинки завозим, и старинки, и что-то не ликвид продается. Это в общей массе. Но если выдернуть только те топовые позиции, да, получается, там рентабельность 45-50% держится минимум. Потому что и в акциях участвуем, и другие там моменты бывают. Так, давайте я посмотрю. Я паровую карточку. Зайдем сюда. Что интересно, на шестой поток даже моя учительница по русскому языку зашла учиться. Вот это меня приятно удивило. С восьмой школы из города Нурлад. Сейчас, конечно, наверное, в другой школе преподает. Но было прикольно. Так. Ого! Ого! Я парова. Так, а как вас зовут Я парова? А то я тут по фамилии обращаюсь. Как будто в школе. Напишите, пожалуйста. А я перейду на показ экрана. Показать. Запустить показ экраном. Во весь экран. Зайти сюда. Поделиться. Давайте посмотрим на карточку Я паровой. Здесь она продает в тетради 12 листов. 20 штук. Учись на 5. В клеточку. Подарок. В подарок 1 тетрадь. Ну, то есть 21 получается тетрадь. Давайте посмотрим, что вообще в вашей категории происходит. В категории канцтовары. Канцелярские товары, тетради. Так. Вашу карточку можно пока убрать. А, вы даже по ФБС что ли продаете? Ох, вы хитро. По ФБС. Якобы со своего склада. Почему вы говорите, что у вас 2 месяца товар лежит без дела? Вы же 22 июня только загрузили. Или у вас еще есть товары? Нефига себе. Вы по брендам Брауберг завели карточку. А Брауберг, кстати, не против, что вы тетради продаете под их брендом. Так, выручка. Да, у вас здесь полно разных тетрадей, оказывается, продается. Давайте сводку посмотрим по вам. Сводку, сводочку. Все это дело загружается. Что мы здесь видим? Давайте тоже галочку ФБС включу. Что здесь? Такого интересного. Я парово. Видим, что выручка 2441 рубль. Это, конечно, не совсем интересные показатели. Но меня интересует сама категория. Давайте посмотрим в этой категории, какая выручка у тетради. Смотрите, тетради предметные, 48 листов, 12 предметов. Продается на 5 миллионов рублей. Продается за 564 рубля. Но до этого цена была 531 рубль. Но это прокачанный бренд уже, о, рельеф какой-то, БГ. Далее. Ну вот в тетрадках я вижу, что здесь очень низкий средний чек. То есть вот сколько этих тетрадей надо продавать, чтобы хоть что-то заработать. И здесь плюс-минус у всех одинаковые товары. Чем они могут выделяться? Это уже другая история. Не вау такой товар. Так, а давайте посмотрим, есть ли в тетрадях товары, которые хотя бы там за полторы тысячи продаются. Больше или равно. Потому что меня вот это больше интересует. С мелочными товарами? Нет, спасибо. Я уже наработался. Больше не хочу. Я хочу с одной продажей зарабатывать побольше. Вижу, что за полторы тысячи рублей, чуть больше, да, есть вот какие-то вот такие тетради. Опять в формате, ну это компактные, 280 штук. Обалдеть. Это на весь класс, походу, покупают. И то буквально недавно продажи запустились. Ну, короче, чек здесь не супер большой. Давайте поменяю. От тысячи рублей начнем. От тысячи рублей здесь уже поинтереснее. Здесь уже, видите, какие-то комплекты из 12 штук, набор предметных тетради. Разные красивые, цветные, на полтора миллиона проданы. Буквально недавно только начал раскачиваться. И ценники начали поднимать. 940, 950 было. А трендовая эта штука или нет? Давайте посмотрим. Или постоянного спроса. О, видим, что отслеживается яркий тренд. То есть яркий тренд это у нас когда? Это 20 августа и 27 августа. Вот. И 13 августа. Ну, то есть, короче, каждый год в августе это все дело повторяется. Август у нас через месяц. Так что, я парово. Ваши тетрадки, я думаю, тоже улетят скоро. Если вы сделаете хороший ценник. А рекламу вы крутите? Мне вот интересно. И отгрузили куда? На склад Казани? Не понял. Вы что, всего отгрузили? 10 штук тетрадей? Это же вообще не о чем. Вайлдберрис старается не продвигать товары, где отгружено всего 10-15 единиц товара. Если это не супер какие-то уникальные. И выручка у вас всего 1200 рублей. То есть, вы говорите, конкуренция. Нет, тут конкуренция особо сильная на Вайлдберрисе. Потому что многие делают одни и те же элементарные базовые ошибки. И что мы здесь видим? Что рекламу вы, получается, вообще не крутили. Печально. А как же тогда люди вас будут видеть? Если только вы ценой будете баловаться и играть. Вижу, что поднимается, понижается. А то, что вы отгрузили на склад Казань, это нехорошо. Не совсем точнее хорошо. Почему? Потому что мы так делаем. И это одна из ошибок, которые делают ребята. Так как, например, если бы отгрузили на центральный склад, у вас спрос был бы намного выше. Потому что основные продажи обычно начинаются с центральных складов. Потому что одни из семи товаров, точнее не одни из семи, а семь товаров, которые мы с Эльназом закупили на тест, мы все отгрузили на Казань, чтобы быстрее получить результаты. И, соответственно, в процессе продаж через месяца три мы посмотрели статистику и увидели, что у нас спрос не в Казани, а у нас спрос начался с центральных складов и с других регионов. Понимаете? А если бы мы изначально отгрузили на центральный склад, то у нас результаты и показатели были бы намного выше, чем в Казани. Вот видите, друзья? А одна из таких ошибок, что ребята отгружаются вот на Казань. Такое тоже бывает. Так. Ну, тут еще бы я, конечно, много чего переделал интересного. И в целом с категории тетрадки я бы вышел и зашел в другую категорию. Потому что достаточно много категорий, в которых можно классно себя чувствовать. Даже говорю, вот вчера с Эльдаром созванивались по WhatsApp. Я говорю, вот видишь, Эльдар, какие у тебя показатели, по чем ты продаешь товары. Я говорю, а люди боятся и переживают о том, что у них будет низкая рентабельность. Я говорю, видишь, какая у тебя классная рентабельность. Он говорит, да, вначале я тоже, говорит, переживал, а этот товар просто за компанию закинул к своему, зацепится, не зацепится, чисто по приколу. А он начал показывать себя с такой стороны, что он сейчас не успевает его завозить. Я, говорит, следующую партию жду, не дождусь, когда придет. Так, друзья, напишите, пожалуйста, у меня зависло или у меня все хорошо сейчас видно, слышно? Так, я вижу, здесь вот вопросы были. Я по табличке Рашида считаю. У него там ROI1, ROI2, ROI2. После вычета рекламы, как я понял. Айгуль. Рашид, если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, я продаю органайзеры для канцелярии. Сейчас дилемма. После школьного сезона выйти из этой ниши. Вот артикул одного из органайзеров. Остальные все органайзеры видны в склейке. Столько вложило силы и денег, жалко выходить. Верно ли я сделаю, если выйду? Благодарю. Давайте вашу тоже айгуль карточку посмотрим быстренько. И, думаю, потихоньку будем закругляться. Так что, друзья, не растягивайте удовольствие, присоединяйтесь сегодня. Все бонусы будут ваши. Ближайшие два дня. Потом условия повысятся, и кто-то будет успевать даже заходить в последний вагон по высоким условиям. Пока есть возможность. Можно взять в рассрочку на 10 месяцев без переплат, потому что все проценты на себя беру я. Больше денег останется за куп товара. И спокойно уже, не спеша, делайте свой магазин на Вайлберисе. И получайте результаты. Так, ездим дальше. Давайте карточку посмотрим. Заходим сюда. И начинаем смотреть. Я сейчас покажу, что здесь интересного. Показать экран. Показать экран. Во весь экран. Зайти сюда. Поделиться. Так, смотрите. Органайзер. У меня вот один из товарищей такие продает органайзера. Тема интересная. Рейтинг у вас хороший. 4,9. Инфографика, в принципе, подходит для этой категории детской. Так, дальше. Давайте посмотрим полную статистику. Как вообще дела вот здесь обстоят. Канцелярский товар. Подставки канцелярские. Так. А вы правильно вообще разместили? Подставка органайзер. Подставка органайзер. Может, в раздел органайзера или хранение вещей вам нужно было разместиться. Возможно, бывает такое, что люди ошибки делают и размещают свой товар в как бы не тех категориях, где надо было. А в той, в которая попалась случайно. Так, органайзер, органайзер, подставка. Так, 4 вида наклеек. Что это такое? Мне просто интересно, нет ли каких-нибудь высоко продающихся, точнее, хорошо продающихся органайзеров. Ну вот, например, органайзер для всяких там, что, канцелярий получается же, да? На 121 тысячу рублей. Вот ее я сейчас вкладки открою, посмотрю, она в какой категории находится. Так, дальше органайзер для канцелярии. Вот это на 102 тысячи продается. Похожие продукты меня интересуют, чтобы понимать вообще спрос и интерес. Вот еще один органайзер, подарочная упаковка. Видите, на 534 тысячи рублей. Вот здесь что-то чек не сильно большой. Так, сама категория. Вы почем продаете? Давайте посмотрим. Продаете за 714 рублей, за 896, за 917. Да, я вижу органайзер для книг, настольные и так далее, подставки канцелярские. Так, а у этих офисные принадлежности, да? Давайте вот и в эту категорию погрузимся. Может, вам просто нужно дублик от карточки создать в другой категории. Вот она, тоже офисные принадлежности. И здесь тоже офисные принадлежности. Вот, которые на... Так, на 23. А это на что? Это на 111 тысяч. А та на 500, которая была, ну-ка. Это на 114 тысяч, якобы, продается. Вот ее тоже посмотрим. Так, это на 23 тысячи. А, это ваше. Точно, точно. Кто здесь, наверное, открывал карточек, 128 тысяч на 111. Угу. И это все у нас в категории подставки канцелярские. А, ну у этих ребят тоже самое. Все, понял, хорошо. И здесь подставки канцелярские на 111 тысяч продано. Ага, а у вас, как вы сказали, да? Всего на 23 тысячи. Ваши подставки. А как давно их продаете? Давайте посмотрим. За 12 месяцев. А, вы недавно только запустили, да? 30... А, фига себе, 30 марта. Уже с марта продаете эти канцелярские. А когда вообще тренд у этих подставок канцелярских? Так, скрыть все. Давайте продажи посмотрим и выручкам. И что мы здесь видим? Что здесь в сентябре тренд? В феврале тренд был. Сейчас снова получается июль. И в июле начинается спрос. Да, вот как раз таки у вас в июле вот эта категория, думаю, неплохо разлетится. Ага, а рекламу крутите? Давайте-ка посмотрим. Или у вас чисто все на органике движется? Нет, какую-то вот рекламу запускаете. Органайзер милый. Что тут ставка 320 рублей. До этого у вас реклама крутилась органайзер с канцелярией за 362. Так, рубля получается. А остатков-то у вас сколько на данный момент? 54. А на каких складах они висят? Казань и Тула. Электросталь. Понял. Ставку ставите, значит, и попадаете на первую страницу. Автореклама 362 рубля. А рентабельность позволяет вам вообще работать с этой категорией? Как бы мне кажется, вот эта вещь, ну, недешево стоит. А вы продаете ее прям что-то совсем недорого. Давайте еще в самой категории гляну. Меня вот в этой категории, в любой категории интересуют товары, которые продаются с хорошим средним чеком. Так, равно, больше или равно, хотя бы давайте полторы тысячи. Ну, то есть, если в этой категории товары там за полторы-две тысячи не продаются, то нафиг туда вообще заходить. Я вот сейчас такого принципа придерживаюсь. А вот есть интересные подставки. Настольная витрина. Витрина настольная. Деревянная. О, прикольно. Вот как раз таки. Я бы вот такой взял и посчитал в Китае, сколько стоит под ключ. Потому что 3500 – неплохая продажная цена. До этого 3300 стоила, да? Остатки быстро рассосались. До этого товара деревянной подставки. Сейчас еще завезли и продают за 3500. И все равно их заказывают. Видите, по одной штучке где-то за две недели заказали. А, и за одну неделю. Но все равно на 127 тысяч человек продал. И такие вещи, они на подарок, на Новый год тоже будут хорошо продаваться. Кстати, друзья, вот можете записать себе заметку. Проанализировать вот этот продукт. Сколько стоит он в Китае. Вот подарить набор канцелярия плюс органайзеры. Продавался за 1950. Сейчас еще больше стало. Потому что тоже товар раскупили. Видите, похожая категория, как у вас. Моисеев Юрий Владимирович продает. Канцелярия плюс органайзер. Но он продает по нормальной цене, потому что у него, видимо, еще и канцелярия в подарок идет. Вот всякие принадлежности. А у вас? А у вас получается что? Так. Зайти сюда. Отсеки. А у вас подставка органайзера для канцелярия. Ну, то есть пустой, да? Давайте сейчас перейдем. Так, не совсем понял. Так, это ваша карточка. А, нет, это же не ваша карточка. Это карточка конкурента. Так, давайте-ка еще раз вашу я найду. Так, это нет, не то. А 111 тысяч. Вот она ваша, да? Сверхгузина. Перейдем вашу карточку. 4,9 рейтинг, 73 оценки. Самая необходимая вещь учителю для поддержания порядка на столе. А, ну просто вот такая штучка что ли? Понятно. Нет, надо как раз таки про... Прямо этот мне интересно посмотреть, именно эту модель. Этот вариант. А, всего лишь один только заказали. И отзыв оставили с отзо. Понятно. Класс пишет. Возможно, это даже сама выкуп был. Так, продается 737 рублей. И ценник только падает. Да. Через месяц, конечно, вы распродадите свою партию товара. Если немного, хотя бы немножечко включите рекламу, чтобы вас уже видеть начали люди побольше. И дальше я бы этот товар не рекомендовал продавать, потому что у него чек слишком низкий. И вот сколько, чтобы заработать 100 тысяч чистыми, нужно сделать телодвижений. Сколько вот таких вот органайзеров отправить. Когда можно достаточно меньшее количество единиц товара упаковать и отправить, но с более высокой маржой. Хотя бы в 3-4 раза, чем вот ковыряться на низкорентабельных товарах. Вот даже вот это самое, смотрите, всего 38 продаж на 127 тысяч рублей. Прикольно. А на Новый год, если вот возьмете на отслеживание себе вот эту подставку, скорее всего, человек там продаст хотя бы 300, 400, 500 таких штук и умножаете на средний чек 3,5 тысячи рублей. Вот вам и где денежки зарыты. Опять формат. Вон какие органайзеры. Вот это все я бы просто сел и посчитал этот по таблице рентабельности. Больше чем. Давайте посмотрим, есть ли тут новички, которые стартанули буквально недавно. Или чисто все старички качают. Ага, вот видим органайзер на стены. Ну тут типа Икея позиционируется, да? Продавец Гуа, 3 какой-то бренд. Ну-ка, а хотя бы от 1000 рублей есть какие-нибудь органайзеры, которые стартанули буквально недавно и качнули хорошенько. Ну тоже не супер много. Ну то есть здесь, скорее всего, уже тема монополизируется и продают подставки только старички. А новички здесь не очень комфортно себя в этой категории чувствуют. Ну то есть да, вы распродаете свою партию товара вот эту и посмотрите какие-нибудь другие категории с более хорошей рентабельностью. Потому что за то же самое количество времени, которое вы посвящаете этому бизнесу, да, вы можете делать другие результаты, другие показатели. Понимаете, я же говорю, самый ресурс ценный – это время. Его никогда уже не вернешь. И вот, допустим, вы можете полгода ковыряться с этими органайзерами, а можете по подготовительному модулю, ну любому, да, нужные товары выбрать, другие. И за эти полгода сделать результаты в 5, в 10 раз больше, чем вот на этих органайзерах. Такие вот дела. Так, Николай, заявка ваша упала, еще немного места на тарифе, бонусы ваши. Так, коллеги, доступ к курсу на тарифе базовый 4 месяца, на тарифе максимальный VIP 6 месяцев. Таблицы и конспекты можно скачать и пользоваться ими вечно. Чат, суперчат, где всегда кипит жизнь, тоже с вами остается, да. А значит, и ответы на вопросы. Так, вот Султан писал, зависло. Надеюсь, у всех отвисло. Обновите страничку. Коллеги, остается совсем мало времени на оформление заявки. Бонус проверка списка товаров самим Рашидом сгорает через, да, 2 часа 50 минут. Вот, так что до 12 часов успевайте присоединиться. И вашу таблицу как раз таки проверю, дам рекомендации. Вот, уже с минимальным количеством неправильных товаров можете запустить свое дело. Ну, то есть, дам рекомендации. Хотя бы 2-3 из каюшки выберите, выделите на это бюджет, завозим, создаем карточки. И сталкиваем ваш продукт с целевой аудиторией. Вот так вот, хоп, и видим обратную связь, что люди говорят. И принимаем решение. Так, Ольга пишет, все хорошо, Сергей норм, Николай оплатил. Николай с нами, хорошо, проверьте письмо от нас с доступом в личный кабинет. Да, письма свои проверяйте. Там как раз есть ссылка на рабочий чат, там уже с вами встречаемся. И также проверяйте почту от ГИД-курса, как раз сообщение приходит с логином, паролем на базу нашу, где будут все материалы дублироваться. Приветствую, Рашид, посмотри, пожалуйста, карточку. Александр, я с пятого потока. Так, благодарю вас, Рашид, мозг мне хорошо подправили. Если передумал продать данный товар, карточку просто надо удалить и все. Нет, ну, надо распродать свои остатки. Так, Александр, с пятого потока, давайте посмотрим, как ваши продажи, как дела у вас. Так, все, карточку Александра посмотрим и потихоньку будем, я думаю, закругляться. А вы, друзья, не тяните, если есть желание как бы разобраться в этой теме, добро пожаловать. Ссылку я закрепил в чате. Так, запустить пока с экрана, запустить, поделиться. Зайти сюда. Так, видео здесь вижу, хорошо. Но почему-то не под размер ВБшечки. Так, настенный LED светильник. Прикольно. Премиум материалы. Так, размеры. Здесь вот написано 10 сантиметров, 27. Ну, что-то маленький, да, товар? Компактный. Больше комфорта. Да нет, в принципе, нормально смотрится, 27 сантиметров, не крупный, а габаритный груз. Снутриас. А, в акции участвуйте. Понял, понял, хорошо. Так, полная статистика. И второй товар, это у вас светильник другого дизайна, да? Ну-ка, тоже посмотрим. Светильник другого дизайна почти весь у вас раскупили. Надеюсь, вы его на закуп поставили, вторую партию товара. Александр, потому что здесь я вижу, даже ценники поднимали, нет? Ну-ка. Ну да, видите, за 2 200. До этого 1290. Вот, и быстро товары рассосались. Ну, вернемся к той карточке, которая меньше продаж. 30 дней, 6 месяцев. Так, запустили вы только продажи в апреле. Угу, 78 штук. А, 198 закидывали, да? Тестировали фотографии. Сначала, значит, без призыва к действию было, потом добавили. Потом, значит, немного инфографику поменяли. Ну, почему-то вот это мне больше нравится, инфографика. Вы конверсию мерили по рекламе? Освещение, светильники. Цена. Угу. Так, отгружали. Электросталь, Казань, Краснодар. Это хорошо. Что у нас по рекламе? Рекламу крутим, значит. 233 рубля. Сейчас вот уже по запросу светильник на стены беспроводной за небольшую ставочку. 187 на 83 месте были. Поставили побольше. На 37 попали. Ага. Так, а опирались вы на кого? На какого-то из конкурентов, который вводит, ввозит такие же светильники. Я же правильно понимаю? У него как дела с продажами? Или вы какую-то уникальную? Так, да, 600 заказал. Нормально вы заказали. Так, 600 заказали. А в светильниках у нас есть тренд, не тренд? Ну-ка, тренды. Заходим. Тренды. Светильники у нас что там? Когда продаются? С сентября продаются. Такой пик, да? Ну-ка, а здесь что? Здесь тоже с сентября. А потом спад у них летом. В неделю на 58 миллионов продаж, да? А зимой уже почти все разные светильники продаются. Ну да, сейчас немного жизнедеятельность поддерживает, да? Но если, допустим, вы хотите догнать конкурента и опирались на конкурентную карточку, у него больше есть конкурент с таким. Ага, получается, вам нужно сделать побольше выручку на карточке, да? Для того, чтобы больше было у вас показов. Мне вот интересно, как работает у вас реклама и рекламный кабинет. Вот, то есть, допустим, посмотреть, как вы откручиваете бюджеты, на какие фразы, какая конверсия у фраз, вот, сколько стоит один клик и как раз вот эти все показатели. Ну вот эти вот интересные фотографии, как в дизайне они выглядят, да? Я бы все-таки, наверное, на первые места вставил, потому что люди покупают глазами такие вот вещи. Здесь, конечно, понятно, что это все как этот, вставленные картинки, видимо, в фотошопе. Надо в реальном дизайне бы посмотреть, вот эта штука, как смотрится, и пару таких картинок добавить. Но здесь, видимо, больше на реальность похоже. Ну-ка, светильники. Посмотрим с такими же конкурентами товары. Товары и сейчас фильтрацию здесь. Ага, убрали, ничего не стоит. Давайте-ка посмотрим. Вот эти светильники вообще меня удивляют, конечно. Это просто... Просто нонсенс. Так, лампа такая, лампа всякая. Лампы, светильники, дизайнерские лампы. Не интересует пока как у Александра. И как раз сравнительный анализ делать с конкурентом. А, вот похоже, как раз-таки Александр Завис, да, который более-менее у него зацепился. Ну-ка, второй. Второй пока не нахожу. Пока не нахожу. Все вот настольные. Вот опять, как у Александра, который зацепился. Видимо, здесь вот в тренд попал. Потому что вот эта трендовая продается на сколько? 580 тысяч. А этого мог быть Александр. Если бы завез побольше этих ламп, которые у него раскупили. Ну, то есть та вторая модель. А первая модель. А первую почему-то я найти не могу. О, видите, какие прикольные светильники. Как будто из перьев. Много таких светильников на ВБ? Нет. А человек, додумался, завез. Ну-ка, какой у него средний чек-то у этих? 3000 рублей. Классно. Ну-ка. Он даже ставил... А, нет. Завышал. 163 продажи на 490 тысяч. Вот вам еще одна идея для продажи. Возьмите, прочитайте, сколько будет стоить такая именно лампа. Так, я не могу что-то конкурента особо найти. Ну-ка. Кстати, Руслан из Дубая тоже дизайнерский светильник привезти хотел. Я, конечно, не знаю. Но, видимо, идея у него... Это отпало. Потому что там, видимо, что-то под цифрами не сходилось. Да, уникальный товар, конечно, он нашел. Интересный. То ли с Амазона даже его откопал. Но мы решили заходить с другой категории. И не зря. Потому что сейчас в этой теме он прокачивается. Видите, я уже до 340-350 нашел. А конкурентную карточку что-то не нашел. Или я плохо ищу. Артикул конкурента. Максим Басманов делал дизайн. Понял. Максим красавчик. По поводу вот дизайна в интерьере. Что-то мне вот это не очень понравилось. Вот. Где она? Ну, вот это. Сейчас я ее увеличу. Потому что она же прямая. Правильно? А здесь она под наклоном. Почему-то. У вас и кровать тогда под наклоном должна была бы быть. Вот это не совсем я понимаю. Так, карточку конкурента давайте тоже найдем. Зайдем сюда. Конкурент продает сколько? 39 штук. За крайние 30 дней. Разве это конкурент? Ни фига себе. Вы что, прикалываетесь? Может у нее раньше хорошо продавалось? Давайте-ка посмотрим. Конкурент. Выбор дизайнера 2024. Товар сертифицирован. Ну-ка, за крайние 12 месяцев. Вот он. 80 штук завез. А на, точнее. Потом еще 67. Но это же не конкурент. То есть, даже на него опираться я бы не стал. Я бы стал опираться на другие модели. Потому что, видите, 314 оценок. И на какие товары больше всего оценок? Что люди покупают? Потому что этот вариант, который вы купили, всего 3 оценки. Светильник отличный, бла-бла-бла. Все отзывы. Что люди покупают? Мягкий свет не слепит глаза. Понравилось. Очень довольна покупкой. Вот здесь вот тоже можно отследить. из всех моделей больше всего, что люди покупают. Ну, или перейти на карточку. Опять-таки, конкурента, да? Вот через ВБ. И можно увидеть, что больше всего люди покупают. То есть, зайти вот в эту модель светильник настенный, да? Посмотреть за крайний год. Сколько единиц его купили? Это получается 1700 штук, да? Прикольно. А почему его купили? Потому что, что, светлый дизайн, что ли? Светильник настенный. Чем они отличаются? Одинаковые 1700. Второй сколько продано? Тоже за 12 месяцев. 600. Уже поменьше. Светильник настенный. Ну-ка. Этот сколько продано? 12 месяцев. 93 штуки. Которые вы завезли, да? А вторая карточка? 133 штуки. Блин, ну это вообще не конкурент тогда. Зря, конечно, вы на него опирались. Ну-ка, а вот этот сколько? Там 1700. 700 было, этого 172. Так. Этого сколько продано? 158. Ну, короче, вот это самая топовая, видимо, карточка. Сколько продано? За 12 месяцев. 1700 штук. Ну, вот я бы посчитал и пригляделся именно вот к этой модели. Потому что больше всего ее купили люди. Видите? Вот просто вот с таким дизайном. Вот светленькая, приятненькая. Без разных там узоров. Вот так она будет смотреться. То есть, немного ошибка в выборе товара была. А второй товар у вас как надо. Потому что я видел, что много ребят, которые завезли вот такую же карточку, как у вас, да? Так, еще раз вернемся сюда. Так, нет, не вымпост, а именно в саму карточку светильник на стены БРА. Ой, не тот. Мне же нужна ваша карточка. Вернемся сюда. Так, вот я с пятого потока. Зайти сюда. Вот ваша карточка. Давайте вернемся вот к этой модели, к второй. То есть, вот я бы на нее сделал акцент. Вот, она же зацепилась у вас. Правильно? Правильно. Полная статистика. Так, за 12 месяцев. Ага. Вот вы ее уже 200 штук продали за тот же самый период с апреля. Правильно? Ну-ка. Продавали 1200, 1300, 2000. Так, а конкурент что сделал с этим товаром? Давайте-ка дизайн еще раз посмотрим. Значит, в середине держится, по краям светится. И вот здесь видел такие уже. По середине держится, по краям светится. Так, что, что, что у него? И какая ценовая сегментация? Сегментация. То есть, у кого кусочек пирога надо отобрать. Вот, вот она похожая, да? Ну вот, давайте посмотрим, что у него такого. Прям вау. На кого нам операция? То есть, сравнительную характеристику я бы, конечно, сделал. И цена. Цена продажи. Сколько? 1600. Видите, он даже дороже вас продает. И у него больше всего покупает. А все почему? Потому что он прокачал свою карточку. Отгружает куда? Каледина и Тула. На центральной склады. Хотя нет, на Туле у него 960 продаж было. Электросталь, Каледина. Видите, со всех остальных регионов у него просто максимально быстро этот товар рассасывается. И благодаря его выручке, которую он уже бахнул, он достаточно хорошо себя чувствует. Вот. Так что я бы сделал акцент на нее. У вас, конечно, отличается модель, как я понял, да? То есть у вас держалка эта посередине светится туда-сюда, а у него держалка чуть ниже середины. Видимо, по дизайну она больше нравится людям. Так что можете вторую модель, ой, третью модель, да? Завести как у этого поставщика. Ну, небольшую партию тоже штук 150, да? И запустить, и столкнуть с аудиторией, посмотреть, как люди будут реагировать. Ну, раз эту карточку покупают на 692 тысячи за крайние, да, получается 30 дней, значит, и вы можете урвать кусочек этого пирога. Так, я здесь видел еще похожую такую же модель. Да, здесь уже не кругляшок, а здесь уже такая вытянутая. Ну, тоже 580 тысяч. Чек 1087 рублей. Что-то он дешево продает. Ну, такой бы я тогда не завозил. Мне не надо с этим дешманом бодаться. Я лучше вот с тем. Так, у этого чека какой? Ну, вот 1734, что вполне адекватно. Вот такие вот дела, друзья. Так что самое главное, это правильный выбор товара. Вот видите, как смотрится, как цепляется. Вот это мне нравится уже побольше. Так что надеюсь, вы этот продукт заказали. Так, понял, понял, окей, спасибо. Вам спасибо, Александр, за предоставленную карточку. Вот, надеюсь, рекомендации вы услышали и в ближайшее время будете делать. И я бы рекомендовал не только внимание свое на лампах акцентировать, но еще бы на других категориях. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, вам было не скучно сегодня. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Из 50 человек уже 25 осталось на связи. Видимо, остальные такие, что-то скучно. Пойду я дальше и Малахова смотреть. Там интереснее по телеку рассказывают. Но смотря, посвящая время всяким ерундовинам, жизнь остается примерно на плюс-минус в том же уровне. Вот, такие вот дела. Ладно, друзья, надеюсь, было полезно. Пока есть время, как говорится, присоединяйтесь, чтобы лично я проверил ваш список. Телек, зло, нам пишет Сергей. Полностью согласен. Вот, из-за этого я его не смотрю уже много лет. Максимум, если только дети мультики включат, я где-то мимо проходил. Вот, так что давайте будем развиваться потихоньку, прокачиваться. Эти 25 человек светильники уже эти на 1688 смотрят. Возможно, я наоборот буду только рад, если вы уже сидите и анализируете. Это, кроме осталось, те, кто молодцы. Полностью согласен. Я парово. Так что, да, друзья, не растягивайте удовольствия. Не откладывайте на потом, на завтра, на никогда, возможно. И все будет у вас хорошо. Такие вот дела. Рад был вас всех сегодня видеть. Хочу сказать большое спасибо, что пришли, послушали. Возможно, какие-то важные, интересные для себя моменты услышали. И в ближайшее время будете применять. Так что, всех жду. В понедельник, на шестом потоке, значит, в 18.00 у нас стартует уже модуль 1. Кроме подготовительного, который ребята сейчас уже активно изучают. Все. Пока как-то так. Всем спасибо за участие. Всем хорошего вечера. Про, значит, бонусы не забываем. Два дня пока не длятся сегодня-завтра. А послезавтра условия уже изменятся и бонусов уже, к сожалению, не будет. Спасибо, пишет Олег. Юрий, вам спасибо. Все. Ссылку я здесь оставляю. Можете себе ее в закладке куда-нибудь сохранить. Можете сфотографировать и перейти на сайт. Пока как-то так. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok